Ну что, уважаемые коллеги, на часах 11 часов 30 минут, и мы начинаем заседание нашей секции, которую мы начали вчера, теория текста и дискурса, освоение неизвестных территорий. Вчера у нас блестяще провела конференцию Валентина Александровна Иконникова, и сегодня разрешите мне начать работу. Меня зовут Юдина Наталья Владимировна, я представляю финансовый университет при правительстве Российской Федерации, являюсь неоднократным участником конференции НГИМО, поэтому для меня сегодня выпала большая честь работать и представлять нашу первую секцию. Я являюсь директором по контролю за деятельностью и развитием филиалов финансового университета, у нас 27, вижу некоторые города, в которых есть наши филиалы, и надеюсь, что наше взаимодействие будет продолжено не только в рамках нашей конференции. Доктор филологических наук, профессор департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации финансового университета при правительстве Российской Федерации. Уважаемые коллеги, напоминаю регламент нашей работы. Мы начали работу в 11.30, завершаем ее в соответствии с регламентом конференции в 14.30. У нас заявлено 13 выступающих, сейчас мы посмотрим и определим наших выступающих и, соответственно, исходя из присутствия, посмотрим, какие у нас есть возможности для хронометража наших выступлений. Если есть все участники, то, соответственно, примерно 13 минут может быть отведено полностью на выступление участника. Таким образом, 10 минут на доклад и, соответственно, около 3 минут на обсуждение. Но так как у нас очень высокий потенциал наших научных дискуссий, то я думаю, что мы могли бы продолжить разговор уже и вне нашей секции. Но, во всяком случае, однозначно сейчас работаем в рамках утвержденного оргкомитетом регламента. Итак, первым докладчиком сегодня у нас будет Нина Феликсовна Щербак. Нина Феликсовна, я вас вижу. Здравствуйте. Очень рада, что вы здесь. Тимофеева Мария Кирилловна присутствует? Мария Кирилловна? Да, здравствуйте. Да, очень хорошо. Прекрасно, спасибо. Федотова Оксана Сергеевна? Да, я на месте. Да, прекрасно, здравствуйте. Федоровская Виктория Олеговна? Вижу, здравствуйте. Присутствует. Да, спасибо. Урусова Надежда Александровна? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Прекрасно, спасибо. Самигулина Фанира Габдуловна? Есть Фанира Габдуловна? Южный федеральный университет? Пока нет. Хрущева Оксана Александровна. Оксана Александровна. Есть Оксана Александровна, я вижу. Оксана Александровна, вы меня слышите? Оксана Александровна. Хрущева Оксана Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо. Уханова Мария Александровна. Хорошо слышу. Да, прекрасно, спасибо. Мария Аркадемовна? Да, хорошо слышу. Да, спасибо, хорошо. Мариам Аркадашвили. Мариам? Пока нет. Шутемова Наталья Валерьевна. Я вас слышу, спасибо. Да, прекрасно, здравствуйте. Беляков Михаил Васильевич. Михаил Васильевич. Да, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, прекрасно. Малуйцева Ирина Ивановна. Ирина Ивановна, вижу аватарку. Да, я здесь, добрый день. Настрою видео, большое. Хорошо, отлично, отлично. Уважаемые коллеги, тогда из заявленных 13 докладчиков у нас присутствует сейчас 11, поэтому я думаю, что хронометраж наших выступлений мы не меняем, ориентируемся на 13-14 минут для общего обсуждения по докладу. И тогда я с большим удовольствием, с большим почтением представляю слово Нине Феликсовне Щербак, представляющей Санкт-Петербургский государственный университет с очень интересной темой «Вектор развития современной германептики. Симптоматическое письмо. Неореализм. Теория знаков». Уважаемая Нина Феликсовна, пожалуйста, вам слово. Да, я постараюсь быстро включить. У меня есть несколько совместно с использованием, да? Совместно пользование, да? Да-да-да. Вам видно экран, да? Вектор развития современной германептики? Да-да-да, видно, видно. Вы знаете, я очень старалась длительно, у меня доклад, у меня есть несколько тем. Здесь вы видите такой краткий, как бы вот таком импрессионистическом ключе, я это освещаю. То есть здесь будет и теория знака, и конечность, и каким образом вот идет мышление развивается, и смена эстетической парадигмы, и, собственно, результаты, которые проведены на художественных произведениях. Поэтому вот как бы важные вещи, которые учитываются, это, конечно, лингвистический определенный сдвиг, определенная лингвистическая революция, которая заключается, вот по словам Пенгенштейна, в том, что язык не отражает окружающий мир или какие-то вещи привносит, а он создает и конструирует значения. Идеи Чомского, очень Хомского, очень важны по поводу механизма усвоения языка, то есть рассмотрение того, что в языке является, собственно, врожденным, а что приобретенным. И это будут как семантические элементы, так и синтаксические. Они, конечно, будут влиять, они будут иметь значение при рассмотрении того, как меняется взгляд на теорию знаков. Вот второй такой важный момент, это, собственно, то, что называется феноменом исчезающего донатата, это постмодернистическая парадигма того, что знак, любая семиотическая система порождает смыслы и не отражает некую данную объективную реальность, общая тенденция. И как выход, это, собственно, иконичность и иконические способности языка, то есть связь между знаком и тем, что он отражает, хотя традиционно у нас, как вы знаете, язык символичный. Но вот вокруг этого большое количество происходит исследований и в отношении лингвистики, и в отношении, соответственно, музыки, литературы, как это влияет. Традиционный взгляд, вы знаете, что по Фердинанду де Сосюра план выражения неотделим от плана содержания. Но вот у нас в Герсоновском институте проводились исследования у наших коллег, и там, как бы, вот такой интересной идеей было то, что при обмене информации мы план, как бы, бросаем собеседнику только план выражения, а содержание он достраивает сам. То есть вот эта традиционная вещь, что я вам передаю информацию тем, что я вам как мячик бросаю план выражения и план содержания, которые неотделимы друг от друга, он подвергается большим сомнениям. Соответственно, иконичность – это вот языковая способность, которая традиционно рассматривается в таких примерах, как ку-ку, вот, а на самом деле корни слов могут нести определенные позитивные и негативные значения в зависимости от того, долгий или краткий звук. Принцип иконической насыщенности, сама фраза, как «this impertinent egghead is getting on my nerves», как с полотна Ван Гога могут краски, как бы, отставать и передавать настроение, так и сам язык, его форма, она способна доносить какие-то дополнительные смыслы. И отсюда взгляд на символ, на иероглиф совсем другой. Он будет соответствовать философским воззрениям, например, школа символизма модернистическая, но она будет соответствовать и современным принципам метамодернизма, которые провозглашают сжатие звука. Вот эта сжатость – это вот новая парадигма в литературе, в культуре, метамодернистические принципы, которые включают определенные концепты, но вот эта сжатость до слова, до звука, до буквы, она будет присутствовать. Поэтому взгляд на иероглиф, который, как бы, нас доносит до каких-то азов, он будет тоже, вот, в исследовании играл большую роль. Ну вот к символистам у нас, наверное, нету времени, к такой исторический у меня взгляд на символизм, в принципе, Андрей Белый. Третий момент. Четвертый? Я не слышу, что? Все хорошо, все хорошо. Да, да, продолжайте, пожалуйста. Да, соотношение языка и мысли. И здесь, как бы, для того, чтобы проследить, в каком направлении развиваются эти исследования, традиционно, вы знаете, они, как бы, зиждется вокруг того, что у нас мышление обязательно вербально. Но есть определенные положения, вот есть такой исследователь Жинкин с предметным кодом, идеи Выгодского по поводу внутренней речи, которые многие писатели на эту тему рассуждают, которые нас подводят к мысли, что все-таки у нас есть мышление и посредством изображений или каких-то образов. И в этом плане, как бы, вот соотнесение языка музыки и языка литературного достаточно интересно и дает какие-то важные результаты. Также когнитивная теория метафоры позволяет нам говорить не только о вербальности нашего мышления. Вот здесь у меня такие цитаты. Пятый важный момент – это обязательная смена эстетической и научной парадигмы. То есть, вот если был определенный скачок от модернизма к постмодернизму в литературе, в искусстве, в музыке, он реализовывался различными концептами. То есть, можно было проследить, что традиционное дерево, вот эта строгая иерархия смыслов, она сменилась на резоматические связи. Появились такие концепты, как различие повторения Жиля де Лёза. Появился концепт молчания, который в музыке, например, он соответствует белому шуму, и это в литературе также можно проследить. Появляются такие концепты, как сетевые концепты, которые соответствуют форме без окон, или вот у де Лёза есть понятие бесформенности. Это возможность текучести самой формы нарратива. И вот известный такой переход демонстрируется от модернизма к постмодернизму, который продемонстрировал Хасан, от иерархии к анархии, от плана к определенному случаю, от цели к игре, от присутствия к отсутствию. То есть вот определенные концепты, они прослеживаются, что самое интересное, и в музыке, и в литературе, и в искусстве. Что же такое, ну вот лента Мёбиуса, вот такое выражение ироничного, как бы вот рефлексивного стиля. А что же такое метамодернизм? Метамодернизм был провозглашен вот в статье Вермулина и Ван Денакера. Это мета, это как бы вот понятие обыкновенности, это структура чувства, это обязательно неоромантические такие тенденции. Некоторые авторы даже говорят, что это переход от романа, собственно, к стихотворной форме. Это в некотором смысле вместо резоматических связей вот такой опять концепт цветка, то есть определенного романтического настроя. Это глобальное цитирование, и это возможность сжатия текста до буквально вот такого звука, как мы слышим в компьютере. Это, конечно, если вам слышны звук, вот этот жуткий, он передает как бы вот эту эстетику интернетного произведения любого, то, что связано. Могут быть другие более интересные примеры. Вот мерцание – это тоже концепт постмодернистический, проникновение – это одна эстетика, которая сосуществует с другой на макроуровне. Это также может быть мерцающее значение. То есть если я вам в интернете или в каком-то другом пространстве говорю определенное прямое значение, у вас также зажигаются определенные дополнительные значения, которые все равно как бы сосуществуют, но потом возвращаются в прямое значение. Ну вот такой музыкальный пример, он, наверное, эту эстетику демонстрирует. Мы видим здесь музыканта, а как фон мы видим компьютерный экран с барочным балетным вот таким воспроизведением. И вот это сосуществование как раз может объяснить вот этот метамодернистический принцип, который, как я вам говорю, он тоже сосуществует в различных, как бы в литературе, в музыке, в других, в искусстве. Восьмой важный момент – это вот это прочтение, которое уже ведет, вот здесь тоже у меня есть соответствие музыки, потому что есть направление в современной музыке, спектральная музыка, грязи, это когда на один звук смотрят с позиции всего музыкального произведения. Что же такое это для текста? Это так называемое поверхностное чтение, surface reading, безумно интересно. И, конечно, потому что оно не заставляет интерпретаторов вкладывать какие-то глубинные идеи, а на поверхности прослеживают какие-то культурные или психологические коды. Вот есть известная очень статья «Поверхностное чтение Маркуса и Беста», где они, собственно, воссоздают… Ну вот если очень легкий пример привести, политическое, бессознательное, они говорят о том, что не обязательно вот это симптоматическое чтение искать где-то в глубине, достаточно посмотреть на какое-то здание черного цвета и понять, что архитектор посвятил это своей возлюбленной темнокожей. То есть не надо далеко идти, можно посмотреть, что лежит на поверхности. И там примеры, конечно, очень интересные. Самый интересный пример – это знаменитый анализ психоаналитика и философа Лакана и философа Дорида, рассказы Эдгара по потерянное письмо или украденное письмо. И там как бы письмо, оно путешествует от одного героя к другому, как бессознательное или как сексуальность. И вот как бы рассказ-то детективное, когда вы смотрите вот на это «Поверхностное чтение», то воссоздаются определенные законы мироздания. И здесь, видите, вот сочетание психоаналитическое по Лакану – воображаемое, реальное и символическое. То есть если мы видим символическое, это одно, а если мы видим реальное, мы, в принципе, никогда ничего не находим. Воображаемое – это сфера вот такого нарциссического, эгоистического взгляда. То есть вот если принимать это все во внимание, собственно, вот исследование мое – это было женской прозы и американской литературы Селлинджера и поэзии. И вот такие общие взгляды – это движение, как бы выводы, это движение прозы от прозы, собственно, к поэзии, поэзии превращения в музыку. И это можно проследить на то, что называется «экослушание», то есть взгляд на детали конкретных произведений, до какой степени воссоздается вот такая человеческая картина всех возможных ощущений. Но вот у нас не будет времени рассматривать вот этот физиологический синкретизм, как это в языке отражается, как мы чувствуем, слышим в языке, как это отличается от одной… – Инфеликс на две минуты. – Да, как мы отличаемся от одной, как бы, стороны к другой. Но вот здесь Роман Франкенштейн. Очень интересно, что 3С – это тоже такое сжатие, и один из пластов, который раскрывается, это не только сжатие, собственно, фонологическое, а это еще и, как бы, реферирование к определенному другому историческому пласту, где поэзия занимает очень большую роль. То есть взгляд на язык как составляющую часть нашего культурного наследия. И основные выводы, как бы, принимать во внимание иконечно-символические особенности языковые, метамодернистическую технику, вот принцип осцилляции, сжатия, которые порождают неромантические вот такие произведения искусства. Но общая тенденция становления вот этого сокращения художественного произведения и, как бы, вот той особенности мышления, которая не обязательно вербально, а включает в себя и, как бы, другие свойства мышления. И общая парадигма, она иногда называется не постмодернистическая, а гипомодернистическая, что дает больший спектр, как бы, вот пониманий всего. Большое спасибо. Какие вопросы есть? Большое спасибо. Большое спасибо, Нина Фельдсовна. Блестящее выступление, когда на всем известной нам позиции лингвистики классической включается языковой материал и в ней языковой материал, который дает нам возможность сейчас блеснуть своими фоновыми знаниями и идеями в сфере искусства и знаниями широкого рода, широкого фона, экстра- и интерлингвистических позиций. Пожалуйста, коллеги, какие есть вопросы или, может быть, идеи Нина Фельдсовна относительно доклада? Мысли, позиции. Нина Фельдсовна, огромное спасибо. Первый доклад всегда самый трудный и в плане начала дискуссии, поэтому, я думаю, коллеги сейчас обязательно... Да, есть комментарии. Потрясающе, точно. Согласна абсолютно, поддерживаем. Спасибо большое. Да, есть поднятая рука, пожалуйста. Екатерина, слушаем вас внимательно. Нет, это не поднятая рука, это аплодисменты. Аплодисменты. Ну тогда... Очень много занимаются молодые исследователи, это очень важно. Мы же все выросли, вот наша традиция. У меня вообще два таких пункта важных, поскольку мы англисты, соотнесение Запада и России, потому что у нас очень сильные христианские православные традиции, нам довольно сложно сочетать это с западными традициями. А другая возможность, как бы уловить вот эту современную метамодернистическую тенденцию, которая все-таки более старшее поколение, которому я принадлежу, несколько раздражает, потому что у меня все равно даже не изоморфное мышление, а у меня абсолютное дерево. У меня есть главное, есть второстепенное. Но мир меняется, и вот музыка, именно поэтому я попыталась привносить другое искусство, они больше чувствуют вот эти веяния. Поэтому вот возможность соединения, совмещения и понимания того, что парадигма поменялась, мне кажется, это очень важно. Нина Феликсовна, а как вы думаете, в перспективе теория знака, возможно, будет подвергнута какому-то изменению, исходя из разного рода материала? Или настолько все классично и традиционно у нашей лингвистики, что не будет подлежать никакому сомнению? Был вчера по жестам блестящий доклад, и как раз сказали, что язык все-таки символичен, потому что более абстрактный язык, он более продвинутый. То есть если он более идет к примитивам, к конечности, он как бы и является примитивным. То есть вот это с одной стороны, а с другой стороны в музыке вот эта возможность, но более естественного начала, она все равно очевидна. Поэтому, может быть, мы будем делать какие-то определенные выводы, что есть культура, а что есть более примитивное развитие и сосуществовать, пытаться какие-то приоритеты вносить, может быть, в учебных заведениях. Если это будет массово в одной сфере, мы попытаемся показать, что для учебных заведений у нас другой код общения. И не будем все-таки поддерживать основную идею латинской основы слова «культура». Будем вносить более широкое понятие, которое, во всяком случае, Санкт-Петербург все еще продолжает вносить в нашу российскую и мировую культуру. А у меня небольшой вопрос родился к Нине Феликсовне. Прекрасно. Я уже вижу Викторию Олеговну тоже. Тогда два вопроса, и на этом завершаем дискуссию по данному докладу. Вот смотрите, используя смайликов и различных эмотиконов, в переписке, это как раз тоже движение в сторону иконечности или нет? Думаю, да, и примитивизм. И мы как-то раз обсуждали, вот в искусстве это прекрасно, потому что в искусстве нет границ, меняется эстетическая парадигма, и там возбуждение нашего воображения – это самое главное. Поэтому искусство, эстетическая парадигма, она не может ставить запрет, и нельзя запрещать музыку Вагнера. Я глубоко убеждена, что мы живем поэтическим законам. Поэтому если мы привносим законы эстетические в нашу жизнь, то все меняется. Я думаю, что в интернет-пространстве мы к этому привыкли. А если мы будем… Вот на одной из конференций был учебник современный для иностранцев русского языка, и там все возможные ситуации. Язык, как мы говорим на улице, как вот даже она спешно сказала, как говорят брусчики. То есть там нарочито любой регистр или стиль допускается в массовое обучение. И здесь этическая проблема, потому что мы не можем в университете серьезно рассматривать смайлики как часть курсовой работы, например. Правда? Это будет… То есть вот в этом плане… Хотя такие попытки уже есть. Есть. К сожалению, да. Но это, кажется, задачи… Они будут обязательно. Но если мы как бы все будем принимать, как принимают эстетическую форму, то вот здесь мы будем нарушать этику. Потому что есть определенные законы, как мы ведем дискуссию, как мы, какой язык и регистр используем. Поэтому вот здесь… Спасибо, Нина Феликсовна. Спасибо. Виктория Олеговна, очень кратко, если можно, вопрос. Да. Ирина Анатольевна. Нина Феликсовна, благодарю вас за эту важную очень мысль о том, что очень сложно иногда воспринимается идея постмодернизма в сегодняшней науке. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть ли шансы у постструктурализма в лингвистике российской? Поскольку сегодня мы иногда наблюдаем даже такое мнение, что дискурс не является лингвистической категорией. А какой категорией он является? Я понимаю, что это не наше с вами поле деятельности, но такие мнения тоже слышны. Ну, нет, это предметная категория, синергетическая категория. И никак не сугубо лингвистическая. А это вы имеете в виду? Нет, я имею в виду, что как раз-таки очень именно в российской науке наблюдается нередко такое неприятие постструктуралистских идей и постмодернизмских. Как вы думаете, есть ли шансы их распространения в нашем культурном ландшафте в научном в ближайшее время? Дело в том, что в музыке они просто уже провозгласили, что постмодернизм прошел, не нужна ирония, не нужен сарказм. А метамодернизм, он вот именно поэтому неоромантические тенденции, новая искренность, новая простота, потому что всем хочется тепла. Поэтому вот я даже не позволила себе показать там несколько видео, когда люди искренне чему-то удивляются. Это такая наивность, граничащая не совсем с нормальностью, но более того, уже постмодернизм проходит. Они молодое поколение, они выдвигают идеи совершенно других, более конкретных и романтических вот этих идей, то, что говорили на пренарном заседании поколения Z. Поэтому оно будет всегда несоответствие, наверное, более теоретических взглядов и практических. Но уже даже они говорят, что постмодернизм проходит давно, а мы еще не можем к нему привыкнуть. Спасибо большое за вопрос и за ответ. Ирина Ивановна Валуйцева, и на этом завершаем дискуссию по докладу. Добрый день. У меня очень маленький конкретный вопрос. Вы принимали участие в конференции, которая организовывала Черниговская язык и музыка? Как по-другому. И, так сказать, ваша точка зрения была... Блестяще. Есть такая замечательная Светлана Витальевна Лаврова. Она в Вагановской академии. У нее дивная докторская диссертация и много статей. Она музыкант. Я напишу в чате. И вот музыканты мне открыли свет на все культурные концепты. Они идут впереди, мне кажется, лингвистов намного. И они настолько меня заразили тем, что они так чувствуют вот эту меняющуюся среду, что я с удовольствием их и слушаю, и читаю. И эти все принципы переносимы на литературные произведения. Просто мы их иногда не видим. Мы так привыкли к древовидным вот этим структурным элементам лингвистики прошлого, что нам боязно их применять. Спасибо большое за вопросы, за ответы. Нина Телексон, огромное спасибо за доклад. Коллеги, 11.55. Мы сейчас как в молодости, когда кажется, что времени так много, а на самом деле уже прошло фактически 25 минут. Поэтому я обращаю внимание на регламент. Тем более, что организаторы позвонили и просили, чтобы у нас в секции сегодня выступила Рыкова Ольга Викторовна, которая не смогла выступить вчера на заседание нашей секции. Поэтому, соответственно, обращаю внимание на регламент. Огромное спасибо Нина Телексону за блестящее выступление. Коллеги, я предлагаю, чтобы нам потом можно было обмениваться уже личными контактами и иметь возможность общаться. Можно, например, в чате написать свою почту электронную, если кто-то считает необходимым для продолжения дальнейших дискуссий. Спасибо большое, Нина Телексон. Я перехожу к следующему докладу. И с большим удовольствием представляю слово Марии Кирилловны Тимофеевой, представляющей Федеральный исследовательский центр информационных и участвительных технологий. Доклад «Сообщение от структуры текста». «Сообщение от структуры мысли». Продолжаем ту же тенденцию, ту же позицию. Надеюсь, что доклад также нас захватит, как и доклад Нина Феликс. Пожалуйста, Мария Кирилловна. Спасибо. Да, все прекрасно видно. Спасибо. Да-да-да, все отлично. Хорошо. Да, действительно, этот доклад перекликается с предыдущим. Но, правда, несколько более такой формализованный взгляд на вещи. Я использую такую теорию, теорию риторической структуры, которая позволяет отображать ход рассуждения. И вот что в этой работе нового, так это применение данной теории к поэтическим текстам. Эта работа выполнена в рамках общего проекта по многоуровневому анализу русского поэтического творчества, русских поэтов. И, собственно, задача состояла в том, чтобы адаптировать теорию риторической структуры вот к такому специфическому материалу, на котором она раньше никогда не использовалась. И далее я сравнивала разные периоды творчества определенных авторов и разных авторов. То есть сравнение на самом деле идет не на уровне лексики, как обычно, не на уровне синтаксиса, а на уровне структур рассуждения. Понятно, что таким образом можно далеко не всякий поэтический текст проанализировать. Это должен быть, ну, какой-то текст, имеющий логическую составляющую. То есть, допустим, поэзия Велимира Хребникова тут вряд ли уместна, потому что это скорее эксперименты с языком, причем эксперименты с озвучанием. А я рассматривала творчества Алексея Константиновича Толстого и Константина Константиновича Случевского. Ну, вот немножечко о теории риторической структуры. Это очень давний инструмент. Он применяется уже более 20 лет. Но, как вы видите, вот по перечне решаемых задач, это в основном область компьютерной лингвистики. Это совсем не поэзия. Это совсем другие задачи. Здесь нужно было адаптировать к иному материалу. Как выглядит вот этот результат работы, то есть, собственно, структура? Через текст в структуре мысли. Структура вот такая древообразная, и, собственно, ее построение состоит в том, что текст сегментируется на такие вот маленькие минимальные куски мысли, элементарные куски мысли. И затем между ними устанавливаются какие-то соответствия из определенного списка возможных соответствий. Мне пришлось немного дополнить вот классический список риторических структур, которые были, собственно, предложены авторами и которые в большинстве случаев используются. На данном флайде представлен фрагмент структуры стихотворения Случевского. То есть, здесь красным обозначены наименования отношений, сегменты, на которые разделен текст, соответствуют, практически всегда соответствуют строкам поэтического произведения. Ну, и нумерация идет слева направо по сегментам. Здесь я так вот для ознакомления привела список классических отношений теории риторических структов. Обычно используются англоязычные наименования. Это и в жуткой традиции, так и в других языках. Ну, вот, собственно, материал исследования, который мной был изучен, на самом деле было больше в текстах, но вот сейчас я буду говорить только об этом. И у нас создается конкурс, который будет общедоступным, с ним можно будет работать. И там вот будут поэтические произведения русских поэтов 19-го, начала 20-го века. Теперь немножко о том, что это дает. То есть, конечно, мы, создавая корпус, рассчитываем на то, чтобы получать какую-то статистику, какие-то закономерности выявлять. В частности, вот я о некоторых из них хочу сказать. Здесь, например, представлены два периода творчества Константина Константиновича Хлычевского. И вот если мы будем смотреть, какие типы риторических отношений здесь использованы, то, оказывается, выявляется интересная особенность. Он очень широко использует противопоставление. То есть, вот то, о чем в свое время писал Брюсов, в основе поэтического творчества лежит вот некий синтез, некое противопоставление и вывод на этой основе какого-то нового знания. Вот для поэзии Хлычевского это очень характерно. Значительно в большей степени, чем для поэзии Толстого Константиновича. И вот мы можем здесь заметить, что два периода творчества этого поэта на самом деле демокфриота определенные изменения. Если мы сравним творчество Толстого и Сучевского, то вот в первую очередь видим вот это отношение контраста противопоставления, которое у Сучевского значительно лучше. Кроме того, выше частотник у него различные оценочные характеристики и как бы вот аргументативные средства рассуждения. Я еще сравнивала поздние периоды творчества обоих поэтов и здесь проявляются собственно те же закономерности даже еще в несколько усиленном варианте. Вот здесь и отношение контраста осталось и оценочность теней цвета соответствует поэзии Сучевского, красный цвет поэзии Толстого. Если мы обратимся к теории риторических структур, то мы увидим, что отношения классифицируются там на две категории. Это отношения объективные, то есть те, которые характеризуют соотношения вещей в мире. Ну, допустим, причинно-следственная смерть, как она дана нам в наблюдаемом мире. И это один класс отношений. А второй класс отношений это отношения как бы нацеленные на влияние на собеседника. То есть это вот собственно риторика, которая нацелена на то, чтобы как-то повлиять на умонастроение, на намерение адресатора. И вот если мы посмотрим, как в творчестве данных поэтов распределяются эти два класса отношений, то есть отношения влияния и отношения обеспечения то увидим вот такую картинку и в общем она показывает, что такая достаточно большая стабильность распределения этих двух типов отношений. Что на самом деле как объясняется характерно именно для поэзии этих авторов, потому что я рассматривала также некоторые фрагменты прозы Алексея Константиновича Толстого. И там несколько иные соотношения. То есть я рассматривала фрагменты из «Пенятия Серебряного» и «Переписка». Вот. можно сделать вывод, но наверное предварительный, поскольку все-таки синетический материал у нас исследован небольшого количества поэтов, но предварительный вывод такой, что в поэтическом секте достаточно стабильно соотношение вот этих двух типах отношений. То есть все это говорит о том, что мы можем сравнивать поэтические стилии, стилии поэтического мышления обращать внимание вот на эти глубинные вещи, которые скрытся за сексом. И это дает нам определенную информацию весьма интересного плана. Мария Кирилловна, одна минута. Да, хорошо, хорошо. Еще один интересный момент, который здесь обнаружил, ритмичный. Ну, стихотворение, оно вообще ритмичное, это такой жанр текста. А оказывается ритмичность и на уровне мыслей. Прежде всего это проявляется в отношениях типа конъюнкций. На данном фразе стихотворения Толстого как раз видны большие количества конъюнкций, в том числе вложенных в друг друга. То есть вот эта ритмичность на уровне мыслей проявляется. И еще один интересный результат, который, конечно, надо дальше рассматривать, пока я мало что могу сказать, это рассмотрение разных переводов. В данном случае был взят в обмен стихотворения Бадлера переводов шести авторах. И вот конечно совершенно разные тексты, совершенно разные варианты перевода, но мы видим во всех из них отношение контраста, вот оно выстроилось в ленинке, и еще отношение оценочное тоже выстроилось в ленинку, а остальное в разводе. То есть это вот мне кажется интересное направление, но пока это только определенные замыслы. Ну собственно вот и все я хочу сказать, что будет сделан корпус, я думаю, что он будет доступный через некоторое время, сейчас делается интерфейс к этому корпусу, пока у него такой объем, мы будем наращивать постепенно. Спасибо за внимание. Уважаемая Мария Кирилловна, большое спасибо за очень интересное выступление, которое имеет энергетический эффект однозначно, я думаю, что у коллег будет много вопросов. исследования выполняются в русле какого-то гранта? Да, это RNF, по многоверному анализу русской поэзии. Спасибо. Уважаемые коллеги, какие есть вопросы Марии Кирилловне? Мнение, суждение, мысли вслух, вопросы на вырост, на подумать. Есть идеи? Я смотрела, если вы позволите, поздний роман Мелвилла, у него там, хотя 19 век американский писатель, у него там, как сказать, там нет языка, там вот он играет языком. Мне кажется, что постмодернистическая парадигма, она приходит к человеку в конце жизни, автору большому, он начинает языком играть больше, так же, как Джеймс Джойс. Вот не было таких открытий, что более поздние стихи, они дают больше вот такую как бы свободу абсолютную, вот как у Набокова, тоже у него тексты более поздние, они совсем постмодернистические. Но мне кажется, это относится и к 19 веку, который был задолго до эпохи постмодернизма. Да, вы знаете, вот на том числе Толстого это, пожалуй, не просвеживается. У него есть изменения, то есть у него в поздний период стройчества допустим, много как бы призывов каких-то внешним силам и много постановок проблем, которые разрешаются решением вот такой замкнутый стикл. Но вот чтобы постмодернистические какие-то конкуренты, это наверное другие, других авторов, если мы будем рассматривать, то можете проверить. Пока нет. Спасибо. Есть еще вопрос, коллеги? Мария Кирилловна, а какой вы хотите корпус сделать в идеале? Если сейчас 10 тысяч, что будет? В смысле объема, да? А, по объему, да. Это будет зависеть от количества людей, конечно. Пока я одна этим занимаюсь собственно созданием контента и еще двое занимаются уже организацией интерфейсов. А когда конкурс будет уже готов, я думаю, что это интенсифицируется, потому что тогда все упрощится. Процедура упрощится. Да, спасибо большое. Желаю вам больших успехов. Безусловно, исследование имеет очень серьезные перспективы, потому что исходя из той позиции и того интерфейса, который вы создадите, можно будет анализировать любое количество дискульсивных практик. Здесь будет возможность делать выводы об общении. Это не только уже собственно лингвистическая сфера, это и литература веческая, это и может быть все что угодно и культурологическая и соответственно безусловно математикам и всем специалистам в области IT-технологии это тоже может впоследствии пригодиться, когда это сможет стать инструментом для развития и реализации и возможности написания стиха в будущем, например, в рамках формирования искусственного интеллекта. То есть все, что есть, все, что возможно. Спасибо большое за выступление, спасибо коллеги за участие в дискуссии. Уважаемые коллеги, переходим к следующему наступающему. С большим удовольствием представляю слово Оксане Сергеевне Федотовой из Рязанского государственного университета имени Есенина. Очень плавный, очень завуалированный переход от выступления Марии Кирилловны относительно стихов к Рязани и к позициям, связанным, конечно, не с Есениным, но, во всяком случае, с ее родиной, селом Константиново. Пожалуйста, Оксана Сергеевна, мы вас с удовольствием Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас, секундочку. Это мое четвертое выступление на магии, но и я очень благодарна организаторам за вновь доставленную возможность поделиться результатами моего исследования. Наша модель методискурса основывается на работах немецких наротологов и на когнитивной лингвистике. Мы опираемся на очень большой массив данных, полученных в этих областях. Немецкие наротологи разделяют художественный текст на составные части, отдельные куски, привязанные к происходящим событиям. Они подтверждают идею о многослойности нарратива и подчеркивают важность изучения самого акта повествования. Однако, наша концепция является новой по сути, потому что мы рассматриваем методискурс как некое когнитивное образование. Мы определяем методискурс англоязычного художественного нарратива как ту часть нарратива, которая обеспечивает разнообразные формы передаваемого текстом смыслового содержания, структурируя повествование и направляя его в нужное автору русло. Общее понимание методискурса соответствует принятой в когнитивной лингвистике двухуровневой модели семантики языковых явлений. Эта модель применима к разным языковым явлениям, начиная со слов и заканчивая текстами. И так, методискурс представляет собой двухуровневую систему, которая состоит из глубинного концептуального уровня и внешнего уровня языковых средств, передающих смыслы, которые воплощают эти модели в тексте. В ходе исследования было установлено, что в данной модели у текста в отличие от слов и фразеологических единиц отсутствует жесткая облигаторная связь между двумя уровнями. Говорящий, то есть писатель или автор художественного произведения располагает неким набором когнитивных моделей методискурса и может выбирать те, которые он считает в данный момент наиболее подходящими. Поэтому в рамках нашей концепции двухуровневая модель методискурса дополняется представлением о стратегиях, которые раскрывают основание выбора когнитивных моделей методискурса. Приведенное исследование позволяет представить художественный нарратив в виде сложного дискурсивного конструкта, который включает в себя во-первых функциональную реальность. В концептуальном плане функциональную реальность, которую конструирует писатель, можно описать как сложную систему фреймов, отражающих происходящие события. Во-вторых, художественный нарратив содержит авторский методискурс, причем функциональная реальность и авторский методискурс, составляя единое целое, формируют сообщения, передаваемые читателям в процессе коммуникации. Система реконструкции методискурса нарратива построены индуктивно-редуктивным методом на основании систематизации проявлений методискурсивных элементов в тексте. Мы проводим разграничения открытого эксплицитного диалога автора с читателем и скрытых индуктивных форм авторского диалога с получателем информации. В основе формирования методискурса англоязычного нарратива при конструировании эксплицитного диалога между автором и читателем лежат следующие концентральные структуры и они представлены на слайде. Это в основном фреймовые структуры, классификационные фреймы. Наиболее важный из них это фрейм читателей, фрейм личных и предвижательных нестремлений, фрейм человек, фрейм окружающая действительность. Когда читаешь художественные произведения, репрезентанты этих фреймов незаметны. Но если их собрать, то становится очевидным, что методискурс реально присутствует в тексте. Примеры репрезентантов, которые мы фиксировали в тексте, представлены на слайдах. Эти репрезентанты фиксируются как в текстах конца 18 века, так и в текстах 21 века. Хотя, конечно, они могут несколько меняться по форме, что также видно из примеров, представленных на слайдах. Реализация указанных фреймов обеспечивается действием целого ряда коммуникативных стратегий. Выделенные в эксплицитном диалоге коммуникативные стратегии представлены на слайде. Фактически, эти стратегии указывают на то, каким образом имеющиеся в языке тосификационные фреймовые структуры участвуют в коронировании той части текста, которая является методискурсивной. Реконструкция эксплицитного диалога автора с читателем показала, что основными языковыми средствами являются прямые обращения автора к читателю, генерализация и выход из фреймпционального времени. В основе формирования этой дискурси англоязычного нарратива при конструировании имплицитного диалога между автором и читателем лежат следующие конституальные структуры и вы можете видеть их на слайде. Эти структуры также как в эксплицитном диалоге представлены фреймовыми структурами. Это субпрейм эмоции, физические характеристики человека, интеллектуальная деятельность, общие свойства человека. На следующем слайде вы можете видеть репрезентанты указанных фреймов. Как мы видим, они не претерпевают существенных изменений от конца 18-го и до начала 21-го века. Основные стратегии, которые активизируют реализацию указанных когнитивных структур при формировании методискурса, представлены на следующем слайде. Ведущую стратегию здесь играет стратегия концептуальной методискурсической репрезентации. Анализ методискурсивных моделей англоязычного художественного нарратива позволяет выявить концептуальные основания англоязычного художественного дискурса и основные фокусы внимания, обусловливающие формирование методискурса. Помимо теоретических результатов, результаты этого исследования могут быть применимы и уже активно применяются в практике преподавания иностранных языков. Я работаю преподавателем английского языка и теоретических дисциплин на кафедре иностранных языков Института истории, философии и политических наук Бязанского государственного университета имени Есенина. Полученные результаты я использовала в теоретических курсах основы лингвистики текста и дискурса, обучение аналитическому чтению в программах магистратуры и на практических занятиях по домашнему чтению в программах бакалавриата. Практика преподавания показывает, что студенты с интересом относятся к информации о методискурсе и начинают лучше понимать содержание текста, то есть мысль, как строится текст. Студенты сами говорят, что теперь они начали лучше понимать, о чем говорится в тексте. Они стали больше уделять внимание тем словам, которые использует автор и задумываться над тем, почему были выбраны именно эти слова, а не другие. Ну и кроме того, нам представляется, что предложенная нами методика декодирования и методискурсивной составляющей англоязычного художественного нарратива может быть применима к другим языкам и к другим по стилю текстам, а не только к художественному нарративу. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Оксана Сергеевна, за соблюдение регламента. Это очень здорово в рамках нашей работы. Уважаемые коллеги, какие есть вопросы к Оксане Сергеевне? Оксана Сергеевна, я так понимаю, что это материалы вашей докторской диссертации, да? Да, у меня была защита 5 октября в Московском государственном лингвистическом университете. Вот меня только утвердили месяц назад. Мы вас поздравляем. Это видно, что это материал докторской диссертации, это очень хорошо. В этой связи у меня вопрос, какие вы планируете дальнейшие шаги по изучению в данном случае метод дискурса англоязычного художественного нарратива, может быть, какие-то практические проекты, которые могли бы быть интересны для студентов в том числе, или для нашей аудитории в данном ключе, потому что коллеги сейчас выступали с докладами, связанными с совершенно разными методиками, технологиями работы с современным текстом. Что здесь может быть интересно, о чем вы думаете? Благодарю за вопрос, Наталья Владимировна. Да, конечно, у меня много идей. Во-первых, я изучала именно методискурс художественного нарратива, и мы считаем, я хочу попробовать применить методику реконструкции в конструировании фикциональной реальности. Существует отдельное исследование немецких нарратологов, немецких английских, которые частично конструируют реальность, например, действия персонажей, образ персонажей, мысли персонажей. Я хочу применить комплексную методику, чтобы построить модель фикциональной реальности. Это сложно, но можно попытаться. также я планирую издание учебных пособий для студентов, так как я читаю теоретические курсы, связанные с анализом текста и дискурса. То есть буду применять нарратив при обучении иностранным языкам. Это очень эффективный способ, но также на данный момент это основное. Также можно проследить, как методискурсивные модели работают в других европейских языках, например, немецком языке, во французском. У меня немецкий язык, мой второй язык, поэтому вполне реально это сделать. А как вы думаете, двухуровневая модель будет сохраняться и в современных текстах постмодернистского характера, или все-таки все будет двигаться в сторону упрощения, в том числе и самих моделей методискурсивной практики? Я думаю, да, модель универсальная, просто формы выражений могут быть разные, языковые средства могут быть разные, а концептуальные основания это для всех текстов. Понятно, спасибо большое. Коллеги, есть вопросы к Оксане Сергеевне? Если вопросов нет, Оксана Сергеевна, мы вам желаем успехов, желаем, чтобы у вас скоро появились аспиранты, которые будут реализовывать ваши идеи, ну и естественно потом движение к ученому званию профессора. Спасибо большое за выступление, всего хорошего, и мы переходим к следующему выступающему, к нашему очень активному спикеру Оксане Сергеевне Виктории Олеговне Федоровской, представляющей Первый Московский Государственный Медицинский Университет имени Сеченова, литературная критика как инфотейнтмент, вербализация дискурсивной стратегии деконструкции. Пожалуйста, с большим удовольствием слушаем Викторию Олеговну с очень интересным названием доклада. Я хотела бы увлечь вас в те новые пространства, которые, благодаря развитию медийного дискурса, открывает для себя литературная критика, причем критика немецкоязычная. В Германии весомый вклад в трансформацию дискурсивных практик внес в свое время ведущий критик страны периода второй половины 20-го начала 21-го века Марсель Райхроницкий. Используя возможности масс-медиа, Райхроницкий расширил рамки литературной критики и вывел ее на уровень широкого дискурса нового направления. О значимости персоны Райхроницкого для общественного дискурса Германии свидетельствует, например, приглашение выступить перед депутатами Бундестага по случаю дня поминовения жертв Холокоста. Согласитесь, далеко не каждый критик, не в каждой стране удостаивается подобной чести. Райхроницкий создал ток-шоу «Дас литерарисше квартет», которое стало прототипом нового медиаформата, интеллектуального ток-шоу о литературе. Ток-шоу значительно повлияло на трансформацию устных форм репрезентации литературной критики. «Дас литерарисше квартет» являлся не только самой рейтинговой литературной программой в истории немецкого телевидения, но и важным фактором, который оказывал книжного рынка. Популярность программы была обусловлена особой и не распространенной до сели формой репрезентации литературной критики, которая представляла собой живое, увлекательное, полемичное обсуждение и оценку современной литературы на доступном для гетерогенной зрительской аудитории уровне. Так вот, одной из особенностей формата стало использование элементов инфотеймента, предполагающего сочетание информирования и развлечения читательской аудитории, извините, зрительской аудитории. Термин инфотеймент в широком смысле слова означает сочетание информирования и развлечения и, например, согласно Oxford Advanced American Dictionary он используется в значении телевизионные и другие программы, представляющие новости и другие серьезные темы в развлекательной форме. Аналогичную дефиницию дает немецкоязычный и толковый словарь Duden. Феномен инфотеймента является объектом изучения различных научных дисциплин и лингвистические исследования преследуют своей целью уточнения существующих дефиниций, а также, например, выявление сущностных лингвистических и экстралингвистических характеристик инфотеймента на материале различных языков. Дискурс в моем исследовании вслед за Мишелем Фуко понимается как совокупность высказываний, подчиняющихся одной и той же системе формирования. А высказывание, которое Фуко именует «энунсей», рассматривается в интерпретации автономовой, предполагающей в качестве русскоязычных эквивалентов термина такие варианты, как речевое событие или факт высказывания. Фрагмент дискурса, формируемый литературным квартетом, это последовательность речевых событий или высказываний, которая создается различными группами акторов, включающих литературных критиков, ученых, литературоведов, писателей и журналистов. И метод лингвистического дискурс-анализа, который был применен в исследовании, это описание дискурсивных практик на трех взаимосвязанных уровнях, на уровне содержания, на уровне стратегии и уровне формы репрезентации. Метод, который предлагает Венская школа дискурс-анализа во главе с рут-водок. Основными целями литературного квартета, как формата, было и остается усиление интереса к современной литературе со стороны широкой, прежде всего, мало подготовленной аудитории, и усиление роли критика в литературном процессе. Усилению роли критиков способствовало ограничению активного доступа к дискурсу для авторов, потому что на ток-шоу они не приглашались. И мнение о новинке формировали только четыре критика. Сам Рай Храницкий, два постоянных и еще один приглашенный эксперт. Создав ситуацию монополии, Рай Храницкий обеспечил критикам статус символической элиты в понимании Ван Дейка, то есть властной группы, обладающей символической властью, которая заключается в особом доступе к дискурсу, позволяющим косвенно контролировать его. В отличие от других литературных программ, для которых была характерна нейтральная дискуссия и употребление специальной терминологии, предобладающей формой идеологического взаимодействия в литературном квартете стала полемика с широким использованием эмоционально-экспрессивных языковых средств. И основными характеристиками полемики были выражение субъективного мнения критика в однозначной и максимально понятной адресату форме, то есть критик получал возможность, право и он даже был обязан четко сказать нравится ему книга или нет. И, во-вторых, отсутствие лояльности в отношении авторов рецензированных произведений. Градации относительно уровня произведения не делалось, и оно объявлялось либо шедевром, либо откровенно неудачным. И в отношении откровенно неудавшихся произведений участники квартета реализовывали дискурсивную стратегию деконструкции, которая заключалась в дискредитации как самого обсуждаемого произведения, так и его автора. в плане содержания стратегия опиралась на следующие аспекты, которые вы видите на слайде, и по сути они являются традиционными рациональными аксиологическими критериями, но вербализация этих критериев осуществлялась широким использованием субъективно-эмоциональных средств. Некоторые из них мы с вами рассмотрим, переводы примеров на русский язык для вашего удобства даны. Во-первых, эксплицитность субъективной оценки выражалась использованием личного месторимения «эх», «я». «Воцу soll я eigentlich ein бух über Калькутта lesен?» «Мих persönlich интересует Калькутта überhaupt нех». Уничижительное значение приобретало использование указательных месторимений в сочетании с определенным Артиклем. «Was ist mit diesem Грас los? Я kann я kein Thema finden, der grass. Ist er ausgeschrieben?» Резко отрицательное отношение к объекту выражалось с помощью различных средств образности, например, эпитетов, unlesbares buch, erbärmliches buch, miserabla literatur. Или, как в следующем примере, der größte, der bekannteste, der berühmteste deutsche Schriftsteller unter den Lebenden. здесь мы наблюдаем прием градации, когда идет перечисление эпитетов, выраженных прилагателями в превосходной степени. Но в контексте разгромной полемики в адрес Гюнтера Грасса, будущего Нобелевского лауреата, вот эти миллиардативные эпитеты, самые великие, самые известные, самые знаменитые, они становятся средством выражения сарказма. Сравнения также, конечно же, использовались очень широко, допустим, чтение книги сравнивалось с абсолютной пыткой. Метафорика естественно была очень распространена и вот в примере мы видим метафору литературный фастфуд, которая стала одной из самых цитируемых метафор, созданных в рамках ток-шоу литературный гвардет. Гиперболизация также отражала часто эксплицитное негативное отношение к объекту. Мы видим пример «Das ist ein Buch, das total wertlos und langweilig ist von der ersten bis zur letzten zeile». И нередко использовалась сниженная лексика. «Er kann viel dieser Мартин Вальзер erzählen, kann er uns verrecken nicht». То есть он много умеет этот Мартин Вальзер, второй, значит, один из самых известных и значимых писателей современности. А вот рассказывать он не умеет, хоть убей. Представленные примеры отражают лишь часть спектра средств, которые участники литературного квартета использовали для реализации стратегии стратегии деконструкции, привнося в ток-шоу элемент зрелищности. И свидетельством успешности основанного на инфотейменте формата были высокие рейтинги ток-шоу и рост продаж обсуждаемых книг, что важно, независимо от тональности дискуссии. Запись финального выпуска программы осуществлялась в резиденции федерального президента Германии и Йоханнес Рау тогдашний президент выступил с приветственной речью, где оценил значимость этого культурного феномена, которым стало ток-шоу «Литературный квартет». Литературный квартет, как я уже упоминала, стало прототипом нового медиаформата и на его основе были созданы другие программы, которые названы на сайте. Кроме того, в 2015 году релиз «Литературного квартета» в новом составе был также возобновлен. Таким образом, можно утверждать, что ток-шоу «Литературный квартет» способствовало усилению общественного интереса к литературной дискуссии, обостряло интерес к немецкой истории XX века и способствовало глубокой рефлексии этой истории в гражданском и через литературу в эстетическом смысле. И, кроме того, успешность этого формата доказала, что серьезная дискуссия о литературе может и даже должна быть зрелищной и увлекательной. Я благодарю вас за ваше внимание и буду рада ответить на ваши вопросы. Дольче пунктих кальт. Это точно. Однозначно. Десять минут. Спасибо большое за удовольствием. Да, Виктория Олеговна. Уважаемые коллеги, какие есть вопросы к такому очень интересному датару? Можно прокомментировать? Конечно. Настолько это живо. Вот видите, это партитуры, это литература, это так прекрасно, потому что там должно быть 4, 5, 6 уровней. Потрясающе совершенно. Я такой поклонница Мишеля Фуко и Делеза и Женетта. Вот они открывают новые, вы так это все филигранно показали, поэтому это совершенно замечательно и важно. Именно это и есть литература, потому что сам язык, то, как вы разведете исследования, он такой же литературный, как само произведение. Поэтому огромное спасибо. я хотела выразить свое отношение, это очень важно. Да, спасибо большое. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, какие есть вопросы? Наверняка есть вопросы. Вот когнитивная лингвистика сюда попадает или нет? Потому что я больше придерживаюсь ФУКО, конечно, а не когнитивной лингвистики, но все-таки вы ведь так изучаете с разных позиций, до какой степени она важна при изучении как инструмент? Когнитивная лингвистика, в которой я также специалистом не являюсь, она очень хорошо ложится на исследование ФУКО, и это показывает в частности немецкий лингвист Дитрих Буссе, который как раз таки в более поздних работах, начиная с 2008 года и далее, он развивает именно фреймовый концепт в применении к исследованиям дискурса, потому что как раз эта концепция, она показывает глубинную связь между смыслами и языковыми вот этими смыслами, следами, которые отражают дискуссию. Как лангакер у нас, да? Вот эти как бы прямо грамматики. Да, совершенно верно, то, о чем говорил и Деррида, и, естественно, ФУКО, и Пишо, кстати, и это все как раз таки можно показать на основе когнитивных исследований вполне. Спасибо за ответ и за вопрос. Оксана Хрущева, у нее плохая связь, задает вопрос в чате. Гитара Легна, спасибо огромное за очень интересный доклад. Возможно, вы знаете, есть ли подобные ток-шоу в других европейских странах или в России. Вопрос хороший. Ну вот, что касается немецкоязычных стран, то такие ток-шоу как раз таки существуют. Одно из них оно швейцарское. В свое время вообще-то прототипом литературного квартета стало французское ток-шоу. И я могу предположить, что в европейских странах такая практика тоже начинает распространяться. Вообще, идея, когда критик высказывает сугубо личную точку зрения, она, в общем-то, начинает распространяться. В формате четырех человек ток-шоу в России мне неизвестно, но мне, честно говоря, очень хотелось бы такой экспрессии и такой значимости, которой литературная критика естественно заслуживает с моей точки зрения. Спасибо большое. Еще вопрос от Валентины Александровны Конниковой, модератора нашей секции «Вчера». Спасибо большое, Виктория Олеговна. Используете вы теорию разрывов УКО в своем исследовании как противоположность и культурный приемлемент прерывности. Вы об этом уже в докладе сказали, но наверняка есть еще какой-то комментарий. Конечно, и как раз-таки вот этот момент, когда создается нечто новое, оно и манифестирует разрыв в практике, потому что язык как таковой и дискуссирные в практике, они должны преодолевать эти различия, в том числе различия между академической литературной критикой, принятой в литературоведческих кругах, и критикой публицистической, которая, естественно, в экспрессивном плане была развита и до Марселя Райхранитского, но он ее представил в такой форме на телевидении, став и сам при этом телезвездой и шоуменом. Спасибо большое, Ирина Ивановна Валуйцева, и на этом завершаем обсуждение очень интересного доклада. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, название этого ток-шоу, здесь есть интертекстуальность? Конечно, ее можно прослеживать, поскольку интертекстуальность, как мы понимаем, она охватывает и те тексты, которые существовали до, и те тексты, которые будут существовать после. Мы вспомним Крестеву, мы вспомним Бахтинак, конечно же, и литературный квартет как таковой, он, в принципе, создал в качестве формата, философский квартет в той же Германии, и я не удивлюсь, если какие-то названия аналогично существовали и до, мне просто пока об этом неизвестно. Томас Эллиотт, четыре квартета, это вот я анализировала третье было по поводу поэзии, Томас Эллиотт, четыре квартета, его позднее произведение, где он сравнивает его с Бетховеном, и он как раз, у него трансцендентность, он идет, The Four Quartets его очень известный, там он как раз, для Томаса Эллиотта самое главное, он в отличие от романтиков, романтики чувства несут, а Эллиотт все в языке, у него все его теоретические работы в отношении того, что язык холодно передает какую-то информацию, как Хайдеггер, вот он как Хайдеггер в своем философском восприятии, поэтому это просто ложится, вот вам такая, может быть, аллюзия будет. Благодарю вас. Квартет в половине десятого, кстати, передача во сколько выходила? Замечательно, это нужно будет проверить, кстати, дело в том, что Рай Храницкий, он был большим поклонником Хайнриха Бёля, поэтому, естественно, так, а, ну там Белех, Тумхальпцейн, но там же был Белех, Тумхальпцейн, или, или квартет в половине, или они играли вчетвером, так, я изучу этот вопрос. А еще из Штопхаузена струнно-вертолетный квартет, они с четырех вертолетов струнно играют, сейчас я вам напишу, это потрясающе. Замечательно. Они немцы как раз, поэтому... Здорово, Виктория Олеговна, видите, сколько идей по квартету, по ключевому слову здесь есть, поэтому есть много-много интересных идей для дальнейшего продолжения обсуждения доклада, в том числе, однозначно, что стратегии деконструкции сегодня являются уже не только эксклюзивными для литературного квартета, но в целом для современного человека и для носителя любого языка и любой культуры, и это, наверное, к сожалению, больше, чем к счастью, но во всяком случае это точно есть, это предмет для дальнейших дискуссий. Большое спасибо, Виктория Олеговна, спасибо, уважаемые коллеги, за обсуждение, спасибо за блестящий доклад. Уважаемые коллеги, переходим к следующему выступающему. Я с большим удовольствием представляю слово Надежде Александровне Урусовой, представляющей Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики. Пожалуйста, уважаемая Надежда Александровна, интердискусивность постмодернистского биографического повествования. Очень интересные у нас сегодня доклады, разноплановые, но при этом все очень живые, и кто сказал, что лингвистика это такая наука, которая может быть неинтересна современному человеку. Спасибо, слушаю с большим удовольствием Надежда Александровна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Во-первых, хотелось бы ответить, что я также представляю Санкт-Петербург, именно Санкт-Петербургский кампус Высшей школы экономики, и в первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов за такую теплую атмосферу на нашей секции, потому что я первый раз принимаю участие в подобной конференции. Конечно же, волнуюсь, как и моя коллега из Казани на вчерашнем семинаре, но мне очень приятно быть в вашей компании. И хотя вот постмодернизм, можно сказать, уже мертв, но я хотела бы обсудить с вами сегодня интердискуртивность постмодернистского биографического повествования. Вначале я кратко останавливаюсь на некоторых основных понятиях, использованных в нашем исследовании, и потом приведу несколько примеров, демонстрирующих стратегию применения монтажа дискурсов именно интердискурсивности. Итак, начнем с ключевого для нас понятия, а это именно биофикция, которая в нашем исследовании понимается как гибридная жанровая форма, основанная на биографии реального исторического лица и сочетающая в своей семантике реальность и вымысел. Созданная в парадигме постмодернистской философии, биофикциональное повествование представляет собой экспериментальную литературную форму, основной задачей которой является моделирование нового художественного символа, а не воссоздание биографической достоверности. Поэтому авторы постмодернисты довольно вольно обращаются как с историческими фактами, так и с биографическими данными. И, конечно же, наглядно представляя постмодернистский дискурс, биофикциональное повествование обладает такими же характерными чертами, как фрагментарность и хаотичность повествований, кровоемодальность, рогничный тон, интертекстуальность и интердискурсивность. Интердискурсивность понимается нами как вслед за Еленой Владимировной Белоглазовой, как взаимодействие различных дискурсов, которые материализуются в текстах посредством системы маркеров, представляющих собой языковые средства, типичные для сигнализированного дискурса. И, как уже было отмечено, само понятие дискурса достаточно разноплановое, вызывает много трактовок современной науки, а мы использовали как раз уже упомянутый в предыдущих докладах подход, восходящий к идеям Мишеля Фуко, который под термином дискурс понимал социально-историческую обсловенную систему знаний. И именно этот подход к дискурсу представлялся нам наиболее продуктивным для нашего исследования. Также мы использовали идею Валерия Евгеньевна Чернявская о том, что интердискурсивность бывает естественной, спонтанной, и инсценируемой, которую она понимает как особую стратегию автора, который осознанно, целенаправленно решает задачу формулирования своего текста. И эта стратегия используется с различными функциями, как контактоустанавливающую, мотивную, игровую, вовлекающую интеллектуальное взаимодействие. И, соответственно, задачей нашего исследования было выявить способы заквалиризации инсценируемой интердискурсивности использованными авторами биофикции. Материалом нашего исследования мы выбрали англоязычный роман Малькен Брэдбори. Кстати, Ирина Феликсовна, это был пожизненное его произведение, так что он действительно очень много играет с языком в этом произведении. И эта биофикция повествует о путешествии Денида Дедро в Россию по приглашению Екатерины Второй в XVIII веке. А вторая повествовательная линия связана с современной научной экспедицией, которая состоялась в рамках проекта Дедро во времена перестройки. И в результате проведенного исследования было выявлено, что Брэдбори действительно строит свое повествование как короничное наложение разных дискурсов и намеренно моделирует некую реальность, некую новую реальность, которая, по мнению Зинаи Дмаркановича Мадурова, которая является моим научным руководителем, эта реальность способна изменить сознание считателя и подтолкнуть его ментальным играм. И в тексте данного произведения были выявлены текстовые следы как центральных текстаформных дискурсов, так и периферийных. И вот к центральным дискурсам можно отнести биографический и автобиографический, потому что фабула современной части повествования основана на реальных автобиографических данных. Брэдбери действительно принимал участие в Диджерпроект, организованном техническим университетом Стокгольма, в рамках которого совершил поездку в Россию. Также, конечно же, исторические и политические дискурсы России времен перестройки, времен Екатерины II, то есть представленные теохронически, и постмодернистский философский дискурс. Были выявлены текстовые следы других дискурсов, которые в данном случае выступают как периферийные дискурсы, музыкальный дискурс, академический дискурс, русской классической, зарубежной классической литературы, дискурс изобразительного искусства и некоторых других. Ну и перейдем к некоторым характерным примерам. Начнем, конечно, с постмодернистского дискурса. Как вам всем известно, одной из особенностей постмодернистской поэтики является использование символики постструктурализма. Мир, текст, книга, слова, энциклопедия, библиотека, лабиринт, и это наглядно демонстрирует ниже приведенная цитата. Этот фрагмент относится к биографической части повествования и описывает эпизоды жизни Дедро, когда он помогал своему другу князю Голицыну вернуть некоторые картины. Но неудавшееся предприятие презентуется лексическими единицами, актуализирующими постмодернистские дискурсы, философию, вряд ли характерными для философа постэпохи просвещения. Используя настоящее индефинитное время, Брэдбери подвлекает читателя в интеллектуальную игру, заставляя его гадать, озвученные ли здесь мысли относятся к взглядам французского философа, или они презентуют именно мировоззренческие установки самого автора произведения, то есть относятся к авторскому дискурсу. Как мы видим, выделена цитата «The fact is the whole wall is mystification, a place of plots and conspiracies all of them seeking to be written». Также замечу, что энциклопедия и библиотека являются важными когнитивными доминантами данного биофикционального поведения, но в силу ограничиться во времени мы оставим их рассмотрение за пределами нашего выступления. Перейдем к следующему примеру. Конечно, повествуя о жизни философа, невозможно обойти стороной философский дискурс, основой которого выступает его особая концептосфера, реализующаяся в терминологии неидентативной семантики, а базовыми концептами являются философские категории. Философский дискурс биофикции «To be homitage» представлен не только философскими включениями и рассуждениями о смысле бытия, эксплицирующими мировоззренческие установки как французского философа, так и самого автора поведения, но и разнообразными зарисовками жизнеизвестных философов и интерсексуальными отсылками к их знаменитым произведениям. Например, между делом Брэдбери рассказывает историю о пребывании Декарта в Стокгольме. И вот этот отрывок, фрагмент из произведения иллюстрирует, насколько холодной и негостеприимной оказалась эта страна для другого известного французского философа. И маркером философского дискурса здесь выступает пародийная цитата-аллюзия «I think, therefore I freeze», которая с одной стороны переключает воспринимающее сознание в другое когнитивное пространство, в пространство философии рационализма, который провозгласил познание основы, разум основы познания, а с другой стороны выражает характерное постмодернизм возочарование в достоверности знания, которое опять же вербализуется ироничным, типичным для постмодерниста Тона. Брэдберри также часто переключается знание читателя из исторической и культуры в идеологическое и политическое пространство. Давайте я другую пример приведу. Этот пример относится уже к современной части повествования. опять же один из персонажей рассказывает небольшую историю о встрече с Айберлина. Это английский философ, один из из наположников современной либеральной политической философии Санны Ахматовой и добавляет «They say Stalin was so angry he started the Cold War». То есть и выбор главного действующего лица и вот прецедентное имя советского лидера и лексической единицы The Cold War выступают маркерами сигналами сценируемой смены дискурса, которые переключают сознание читателя в другую когнитивную систему, связанную с идеологополитическим противостоянием Запада и Советского Союза типичной темой политического дискурса 50-80-х годов XX века. И как заключение, как вывод, мы видим, что текстовые целы формулируются из взаимодействия и взаимоналожения различных дискурсов и Брэдбери используют эту стратегию с целью персуазивного воздействия на сознание читателя и в общем интердискурсивность выступает как одна из доминантных стратегий авторского построения текста, текста пиофикционального повествования. Благодарю вас за внимание и если есть какие-то вопросы, с радостью на них отвечу. Большое спасибо, Надежда Александровна, за соблюдение регламента и за погружение нас всех в вашу дискурсивную бытность, постмодернизм. Уважаемые коллеги, какие есть вопросы? Идеи, мнения. Надежда Александровна, что касается постмодернистского биографического повествования, как вы думаете, в дальнейшем в других филях, которые уже будут появляться, в других жанрах, возможно перенесение основных ваших идей в этом направлении или все-таки путь развития какой-то другой биографическом повествовании в целом? Мне сложно, конечно, предугадать, как это будет развиваться. Безусловно, да. Но я встречала мнение одного из ученых французской школы, которая считает, что сейчас Бахтин говорил о романизации литературных жанров, а теперь мы можем говорить о биографизации литературных жанров, поэтому наверняка это будет происходить не только с биографическим повествованием, но с другой стороны я абсолютно согласна с выступающими предыдущими и с Ниной Феликсовной, что сейчас действительно происходит смена парадигм, и мы говорим уже не о постмодернизме, а о метам, модернизме, и возможно все-таки не все из этих принципов будут использоваться в современных и последующих литературных произведениях. А вам не кажется, что важно сохранить это культурное наследие? У нас замечательный наш профессор университета Борис Валентинович Аверин, вот у него всегда он по телевидению много выступал, он всегда говорил о культурной памяти, и там много примеров, как бы, что мы, ну самое главное, что мы связаны с вечностью, мы не просто так здесь, вот эта человечность русских писателей как раз вот была доминанта, его, он даже рассказывал очень интересно про Льва Толстого, что он помнил, Лев Толстой писал, что он помнил, как он был козленочком, то есть вот эта память, она как бы очень важна, поэтому определенное нужно противостояние, вот современному желанию все ограничить, и все-таки нашей русской культурной памяти, которая в литературе, вам кажется, что это возможно как-то сохранить, и это как раз биография, ведь биография создается самим автором, и она как бы вот вкладывается в сознание читателей. Насколько мы способны это сохранить и возродить, как вы видите, может быть, с научной точки зрения? Я думаю, что как и в всем у нас в мире происходят одновременно две противоположные тенденции, то есть с одной стороны есть тенденции, которые примитивизм, и упрощение всего, но с другой стороны и наша встреча подтверждает это, у нас и очень много интеллектуальных, развитых личностей в обществе, которые именно обеспокоены сохранением культуры, и которым очень важно и очень интересно найти в текстах не только вот то, что там лежит на поверхности, но и те глубинные смыслы, которые с ними связаны, те смыслы, которые связывают нас со всей историей человечества, с разными культурами, не только с русской культурой, поэтому я думаю, это возможно. Спасибо большое, Надежда Александровна, спасибо большое, Нина Феликсовна, за ремарку, Надежда Александровна, спасибо за, как я уже сказала, общее погружение в стилистику нашего сегодняшнего обсуждения и такого поля дискурсивного анализа. Коллеги, я вынуждена немножко убыстряться в нашей деятельности, потому что я вижу, что и выступающие, которых у нас не было в начале, сейчас подключились уже к нашей дискуссии. Фанира Габдуллова, Самигулина, вы здесь? Здравствуйте. Вижу, что есть коллега. Так, Оксана Александровна Крущева, вы сейчас не готовы будете написать нам в чате общие идеи вашего тезиса, пока я предоставлю слово следующему выступающему, мы бы потом очень кратко обозначили основные идеи, если это возможно, так как у вас нет сейчас. Хорошо, так как у вас нет звука, поэтому может быть тезис, а я потом зачитаю, и мы с коллегами обменяемся этими идеями. А меня слышно сейчас? Да, конечно, слышно очень хорошо. Здравствуйте. Да, 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 с большим удовольствием вас слушаем. Здравствуйте. Я попытаюсь подключить видео, а потом переключить. У меня проблемы с интернетом, чтобы не было проблем. И я еще очень неопытна в этом зуме. У нас в Тимсе мы работаем. Демонстрация экрана я должна нажать по центру, и все, да? Да, да, демонстрация по центру, да. В Тимсе намного сложнее, чем в зуме, вы сразу быстро разберетесь, конечно, да. Спокойно, спокойно сейчас можно. Добрый день, коллеги, я очень рада. Здравствуйте. Было очень интересно вчера слушать доклады сегодня на очень актуальные темы, где дискурс анализируется с разных точек зрения в разных аспектах. А я хотела бы обратить внимание на этический аспект в рамках линговой экологии, в этом ключе рассмотреть медиадискурс, особенно в рамках медиадискурса, рекламный дискурс, и я так больше с примерами. Я сейчас тогда переключусь, выключу видео, попробую продемонстрировать экран. Я должна нажать совместное использование, да? Виден экран? Да. А меня слышно? Да, и слышно, и видно экран. Ага, хорошо, спасибо. У меня выступление по поводу модифицированных прецедентных высказываний в медиадискурсе. И, как я уже сказала, этический компонент сегодня достаточно важен, потому что встречается языковая игра очень популярна на базе прецедентных феноменов разного типа, так как они эмоционально воздействуют, очень отклик получают от рецепентов, которые воспринимают эту информацию, видимо, с этим связан большой объем. Причем СМИ различные используют и обычные, печатные, и электронные. Вы видите примеры «Стена плача», вы отсылку понимаете, «Стена плача», крейсер террора «Аврора», «Ночь улица фонаря», «Аптека Навальный» и так далее, и так далее. Это все варианты вот такой игры на базе прецедентных феноменов. Прецедентные феномены, понятие прецедентности в данном случае актуально рассматривать в когнитивном аспекте в связи с системой знаний и представлений, потому что прецедентные высказывания квалифицируются в качестве ключевых элементов когнитивной базы определенного линьго-культурного сообщества, что нас объединяет, это общие смыслы. В связи с этим они актуальны в когнитивном, эмоциональном планах, а значения часто бывают понятным носителям языка, достаточно большой части, без дополнительных комментариев и подробной расшифровки. Именно этот факт лежит в основе их манипулятивных возможностей и объясняет активно использование в рекламных сообщениях, реализуемых в современных медиадискурсиях. И вы тут видите примеры как раз-таки. Я встретил вас и все былое, а здесь квас, першим квас. Я помню, опять же, чудное мгновение меняется на вкусное мгновение. Фраза из фильма, в чем сила, брат, используется. Ну и, естественно, прецедентные бог в помощь, береженого бог бережет, а мы видим банк, помощь, дом в помощь и так далее. Большое количество примеров встречается. И в целом языковая игра на базе прецедентных феноменов рассматривается нами как эффективное средство смыслопорождения в медиадискурсе, механизм которого основан на специфике реализации фигурофоновых отношений в восприятии человека, когда фон берется старой фигурой, но фигура немножко трансформируется, модифицируется, меняется. И, соответственно, появляются новые смыслы, которые уже несут другие значения. особенно эти как раз-таки новые смыслы, они направлены на то, что рекламируется, для того, чтобы лучше запомнилась эта информация. В рамках подобной языковой игры используется часто прием обманутой ожидания, с помощью которого привлекается и задерживается внимание адресата на значимой для рекламодателя или для того, кто посылает эту информацию, отправляет нам значимый, значил смысл сообщения информации. Вот мы здесь опять же видим из художественных произведений, она звалась Татьяна Кураса и сразу заменяет. Во-первых, эмоциональный отклик человек при восприятии любого, в принципе, прецедентного высказывания происходит непроизвольная актуализация целого поля прецедентных смыслов, на базе которого актуализирована игра с образцами, примерами, тем самым их интертекстуальность способствует лучшему запоминанию и воздействию. И в связи с этим они часто обладают субъективностью, обусловленной именно ассоциативной природой человеческого мышления при включении в контекст рекламного сообщения в знакомой ситуации значительно облегчается в целом восприятие рекламы и задается одномоментно вектор нужной интерпретации смысла. И возникающие при восприятии рекламного сообщения положительные эмоции переносятся затем и на рекламируемый товар, соответственно, предмет, создавая нужный эмоциональный фон, который обеспечивает беспрепятственное прохождение ключевой информации сквозь ограничивают фильтры ключевой фильтры перцепции. Ну, например, рациональное мышление уже не так подключено, больше эмоциональное. И тогда название магазина, товар, фирма, вид, услуги могут быть впрочем вписаны в память, представлены затем в памяти и легко потом воспроизводятся, услышав вот такой, например, в обычном варианте прецедентное высказывание. Очень популярны игра с разными смыслами, с разными креализованными текстами, ну, например, особенно советского периода, например, разного рода лозунги «Мир труд май» или же вот такие плакаты «Афридо записался добровольцем», который сопровождается образом, вот эта креализованность, она еще больше воздействует, потому что мы не только слышим мы и видим, и очень много вариантов по поводу прецедентной модели лозунговой «Мир труд май» мы встречаем и «Мир труд драйв», и «Мир труд цемент», и «Зебра», и справа вы видите тут другие тоже варианты «Мир клуб май», «Мир труд май», «Проливай», это уже реклама в сетях вечеринок разного рода. И еще одна прецедентная модель универсально прецедентного уровня «Пришел, увидел, победил», все мы помним эту фразу и приведем в качестве примера уже модифицированные варианты, то, что мы нашли в печатной рекламе, в печатных изданиях реклама. Пришел, увидел и купил, поторговался и купил, и так далее, и так далее. Там очень много вариантов, это не единичные случаи. И хотелось бы сказать, что лимбокреативная вот такая продукция является не столько средством самовыражения передачи собственного эмоционального состояния, сколько инструментом, который служит для воздействия на мысли чувства адресата, то есть выполняет, можно сказать, манипулятивные функции, тем более оно несет одно явное и скрытое, то, что под фоново в нашей памяти заложено, это прецедентное высказывание, и накладывается новая фигура, профилирование такое идет тонкое. Игровой эффект создается при помощи единиц, может создаваться всех уровней языка, и используется реализация не просто коммуникации для реализации, а эффективной, которая сопровождается убеждением и эмоциональным вовлечением. Здесь важно именно вовлечь эмоциональную такую игру. Примеры вы видите, самые разнообразные, и вот популярный еще один образ «Родина-мать зовет», плакат времен Великой Отечественной войны, очень популярно это высказывание прецедентное, это прецедентный образ, и постоянно он обыгрывается. Вот почему и хотелось бы обратить внимание на этический компонент и рассматривать в лингвоэкологическом ключе, потому что смыслы могут трансформироваться. Легко тут, но у вас две минуты. Все-все, я тогда быстрее. Вот мы видим, мы в этом фоне живем, мы видим, еще продолжаем, вот дети рисуют картинки, так как они видят «Родину-мать зовет» именно в том ключе фоновом, но уже появляются совершенно другие образы, патриотическая ночь, «Родина-мать зовет», вечеринка и так далее. И чем дальше, тем больше. Мы снова видим здесь плакаты, все это трансформирует прецедентные феномены, они в разных видах, вы видите, даже идет профанация образа, смыслов. Я надеюсь, видны иллюстрации? Тут самое главное иллюстрации, чтобы увидеть. Появляется перекличка между... Конечно, конечно, все прекрасно видно. И, соответственно, мы видим, уже появляются даже новые прецедентные феномены на базе этих прецедентных сказок. Вот «Родина-мать зовет танцевать», в чем идет перекличка между образом добровольца и образом образом Родины-матери. И вот мы видим уже огромное количество «Ночь Победы», «Родина-мать зовет танцевать». Это все рекламы в огромном количестве и не только танцевать, но даже, вот видите, тусить уже мы встречаем. Чаще всего это мы наблюдаем в сети ВКонтакте. На данном сайте размещен новый рекламный видеоролик, использующий образ Родины-матери с микрофоном в руке. И это идет уже много лет подряд. «Родина-мать зовет танцевать». Кроме того, может появляться вот такого рода в целом в русскоязычном пространстве. Мы видим даже украинская реклама, тоже впечатная реклама, Родина-мать. Более такой грубый вариант, бульгаризированный, зовет «Бухать». Мы видим уже такого рода. Ну и, соответственно, плакаты. Слава Богу, идет уже информация, реакция на это и антимонопольные службы иногда возбуждают уголовные дела в связи с использованием вот таких плакатов Родина-мать. Но это единичные случаи. Чаще мы встречаем все-таки использование этого. И несмотря на то, что вот это печатная мы видим реклама, но она потом появляется вновь, транслируется, дублируется в печатных изданиях. Извините, счетовая реклама. В печатных изданиях и в интернет-коммуникации. В данном случае тоже отреагировала Ульяновская УФАС на вот эту вот самую рекламу с образом матери, эксплуатирующей этот образ. Но отличилась Ленинградская область, потому что танцевальный центр вот таким зазывал плакатом свою танцевальную школу для того, чтобы пришли посетители, желающие научиться танцевать. Иш-8 тоже потом, конечно, извиняться, но уже это зафиксировалось. И главное, что это не уходит из интернет-пространства. Это постоянно там находится. Ну и мы видим уже пандемия тоже. Пандемия тоже привела нас к тому появлению новых товарищей. У нас масочный, видимо, режим. Ты одел маску и тому подобное. И хотелось бы сказать, что вот эти перемены в составе прецедентов, феноменов и высказываний могут приведеть к изменениям содержания когнитивной базы и культурного сообщества в целом. Потому что содержание медиадискурса, в частности рекламного, не просто ретранслирует представление людей о мире, но и создает новую символическую реальность, в которой мы сейчас живем, влияя на культуру, порой трансформируя ее. И вот этот факт, на мой взгляд, определяет актуальность анализа языковой специфики данного вида дискурса в аксиологическом аспекте в рамках экологической лингвистики. Вот, кстати, призыв танцевать, последний случай, это 21 год, февраль, в Волгограде молодой человек, тиктокер, вы видите, он уже вгнял этому призыву, родина мать зовет. Вы знаете, что у нас ассоциация еще с монументом, вот этот на Мамамайран-Кургане родина мать, и, соответственно, вот он там танцует, на него заведено уголовное дело сейчас. Но все равно в интернете существует даже страничка, где можно зайти и свой вариант добавить, то есть это уже видим мемо, интернет-мемо родина мать зовет, наиболее активно перерабатываемый прецедентный образ, что вызывает некоторого рода сожаления, потому что иностранцы, например, студенты уже могут задавать такой вопрос, что, это я уже заканчиваю, извините, если задерживаюсь, один иностранец сказал студент, что я ехал в страну Достоевского, Пушкина, Толстого, а вот как-то приехал и не увидел этого, это совершенно другая страна. Ну вот, видимо, мы сами творим эту реальность, которая не всегда совпадает с нашими художественными текстами, которыми мы представлены за рубежом, когда приезжают студенты, ну, наши китайские студенты тоже удивляются вот такой игре. Спасибо большое за выступление, спасибо большое за поставленную проблему, безусловно, она и есть, она нам видна, и на фоне предыдущих докладов, которые имели очень оптимистичный контекст, очень оптимистичную палитру, здесь, конечно, все выглядит не так оптимистично, хотя доклад очень интересный, проведен большой анализ, очень объемный материал, поэтому огромное спасибо. Уважаемые коллеги, один вопрос, если у кого-то есть, с удовольствием мы можем себе позволить. У меня, Наталья Владимировна, можно вопрос? Ой, Игорь Владимирович, здравствуйте, мы очень рады вас видеть и слышать с большим удовольствием, здравствуйте, конечно. Наверное, в самом названии доклада нужно было пояснить, что делает, что модифицированы прецедентные высказывания в медиадискурсе на материале русского языка, и мне хотелось бы все-таки у автора спросить, что вы понимаете под лингво-экологическим аспектом. Экология немножко ориентирует работу в другом направлении, потому что здесь вы взяли языковую игру, рекламу здесь. Экологию я, так сказать, очень мало увидел, потому что все-таки экология – это окружающая среда, это продукты питания. дайте все-таки определение, что такое лингво-экологический аспект, потому что вот с самой презентацией я очень мало увидел экологического. Да, спасибо за вопрос, пожалуйста. Спасибо за замечание, за вопрос. Лингво-экология – это уже направление лингвистикой, занимающейся, в общем-то, выросшей на базе культуры речи. Культуры речи – нарушение чистоты русской речи, например, не только русской речи, любой речи. Это в рамках культуры речи. А эти плакаты как раз-таки, это игра, при помощи игры нарушение происходит культуры речи. То есть здесь больше постановка проблемы, нежели подход и поиск путей решения. Поэтому, безусловно, далее, наверное, внимание. А приходится принимать, это эколингвистика, это Майкл Холидей, это целое направление. Да, 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 это эколингвистика, поэтому здесь очевидно. Это еще Шаховский, лингво-экология, как у Шаховского, Игоря Владимирович, вы почитаете его работу. В Пензе проводятся постоянные конференции в Пензенском университете, у них тоже направление в Красноярском университете у них был журнал лингво-экологический и, правда, к сожалению, сейчас электронный его закрыли, видимо, финансирования нет. В общем, это активно развивающееся направление сейчас. Понятно. Мне хотелось бы как раз услышать именно основателей данного этого направления и, наверное, было бы уместно сравнить с английским либо с французским языком, потому что если мы говорим, что это направление имеет право на существование, наверное, было бы хорошо показать это в сопставительном плане. Да, это интересно. На материале русского языка здесь с моей точки зрения еще не совсем глубоко освещена проблема. Поэтому здесь, если мы говорим о чистоте русского языка, то здесь чистоты я особо и не увидел. Я увидел именно языковую игру, а вот именно аспект, как говорится, борьбы за чистоту русского языка здесь как раз она была не совсем видна с моей точки зрения. Спасибо за комментарий, Игорь Владимирович. Если есть еще желание, тогда мы можем обсуждать, коллеги, но это действительно предмет большой дискуссии, отдельной конфлиенции, лингвы, экологические аспекты. Я думаю, что коллеги у нас сейчас выступающие еще те, которые будут выступать, однозначно могут привести примеры и из английского языка, и из немецкого языка, и все эти вопросы, касающиеся сохранения языка на определенном этапе, и безусловно, вопроса глобализации, и вопроса сохранения прошлого, это огромный синергетический пласт проблемы. Игорь Владимирович, спасибо за вопрос, который вы задали. Спасибо большое Фанире Габдовну за выступление. Безусловно, здесь в первую очередь морально-этические принципы каждого человека вызывают вопросы, и мы надеемся, что ваше выступление обязательно приобретет свои новые краски, и вы найдете новые примеры, не только исходя из последнего высказывания «Родина, мать зовет», но и безусловно из других позиций и проблем, которые могут вырастить большое исследование. Спасибо большое за выступление, уважаемые коллеги. У нас осталось час двадцать и много докладов, поэтому я перехожу к следующему докладу. Я представляю слово Марии Александровне Ухановой, представляющей Московский государственный лингвистический университет. Пожалуйста, Мария, вам слово. Добрый день, сейчас я закончу свою презентацию. Добрый день, я представляю Московский государственный лингвистический университет, я являюсь аспирантом, для меня очень ценно и волнительно присутствовать и быть частью такого профессионального сообщества. Я постараюсь максимально кратко изложить суть моего доклада и суть моего исследования, в целом, которое связано с семантикой юмора с позицией грамматики и конструкции на материале анекдотов на английском языке. Поэтому надеюсь, что мой доклад может быть немножко заставит вас улыбнуться в этот пасмурный день во всяком случае в Москве. Анекдоты и шутки всегда присутствуют в нашей жизни, как неотъемлемое культурологическое явление, которое способствует психологической разрядке или установлению контакта в устном взаимодействии. Конечно, исторически всегда анекдот воспринимался как именно форма устного взаимодействия. Не буду долго говорить о теориях юмора, и тут, конечно, психологи старались, и много на эту тему есть важных и значимых исследований. Может быть, буквально пару слов скажу о теории Раскина, согласно которой комический эффект достигается за счет оппозиции скриптов, которые складываются из порождения текста говорящим и распознавания текста слушающим. Таким образом, услышав неожиданную концовку анекдота, мы испытываем когнитивный диссонанс, понятие, которое, опять-таки, было представлено психологи. Стоит отметить, что в наше время анекдот уже представляет не столько, как представляется как текст, как текст какого-то короткого формата, как было привычно какое-то время назад, когда даже распространялись такие буклеты с текстами, анекдотами. Сейчас, конечно, все переходит в формат интернет-коммуникации. Я думаю, что ситуация, в которой мы оказались с эпидемией коронавируса тоже лишний раз подтвердила. И вот предыдущие доклады тоже были связаны в частности с интернет-мемами. И нам стало интересно посмотреть, насколько есть схожие и различные механизмы порождения комического в текстовых анекдотах и в анекдотах, шутках, представленных в форме современных интернет-мемов, которые уже стали определенным феноменом интернет-коммуникации. Многие исследователи сейчас этим занимаются, говорят даже о появлении так называемого кибер-юмора, что мы шутим не только какими-то текстовыми, в текстовом проявлении, а скорее в формате картинок, в формате каких-то видеопрезентаций и так далее. И действительно, даже вот на данном флайде мы можем увидеть, что, казалось бы, исключительно текстовый анекдот представлен в определенной полимодальной форме. то есть у нас есть какой-то цвет, фон, определенный шрифт, и это тоже всячески влияет на наше взаимодействие и на наше восприятие данной шутки. В качестве исследовательского аппарата мы используем стулаты драматики конструкций, авторами которыми являются Чарльз Филмор и Адель Голдберг. И данный фокус позволяет нам немножко по-новому препарировать юмор, если можно так сказать. То есть мы предположили, что комический эффект достигается не только благодаря лексической многозначенности, как это принято читать, конечно, мы это не отрицаем, но и за счет создания когнитивного диссонанса одновременно на уровне синтаксиса и на уровне лексики при помощи наложения языковых конструкций и стоящих за ними фреймов. Таким образом мы пытаемся примирить семантику и синтаксис в вопросе порождения смешного. Конечно, вслед за авторами теории грамматики и конструкции мы должны разделить понятие фреймов и, собственно, конструкций. И вслед за ними мы понимаем фрейм как некую когнитивную структуру знания, которая ассоциирована с концептом, который в свою очередь представлен тем или иным словом. Здесь, конечно, стоит отметить, что изначально фрейм был представлен Минским, который, как мы помним, был не столько лингвистом, сколько занимался компьютерным программированием. И он тоже давал дефиницию фрейма как некого визуального образа, который хранится в нашем памяти или возникает в нашем сознании, когда мы хотим как-то по-новому рассмотреть определенный концепт. языковая конструкция больше представлена и понимается и Адель Голупер и нами как языковая единица, в которой план выражения или план содержания является строго обсловленным его основными частями. Таким образом, предполагая, что комический эффект в анекдотах создаются за счет наложения этих конструкций, стоящих за ними фреймов, нужно отметить, что одна конструкция с языковой точки зрения является безупречной, а другая должна построиться под нее. Этот постулат выдвигает Екатерина Владимировна Рахилина, которая также занимается подобными исследованиями. У нее есть масштабный труд, посвященный изучению анекдотов на русском языке с позиции грамматики конструкций. И уртентасты это можно проследить в шутках, анекдотах, построенных на амонимене. Или вот мы можем также привести некий пример. Не буду зачитывать анекдот, вы его видите, чтобы не тратить время. Мы можем наблюдать здесь две языковые конструкции. One is the coronavirus, the other is a Verona crisis. При этом такая конструкция Verona crisis здесь является искаженной, а скорее авторской, построенной на метатезе. Таким образом, чтобы декодировать шутку, нам необходимо ее поговорить или хотя бы внутренним голосом ее в себе озвучить. И нужно одновременно вспомнить, где разворачивалась действия знаменитой пьесы Шекспира. То есть нам нужно одновременно актуализировать два фрейма эпидемия коронавируса и пьесы Ромео Джульетта со слотом места действия. И мы решили проследить, работают ли аналогичные механизмы в анекдотах, называемых полимодальных анекдотах или интернет-мемах. Мы рассматриваем именно интернет-мемы, в которых заложен определенный юмор, то есть именно шутки. Интересно, что комический эффект в данных анекдотах достигается также за счет одновременной активации нескольких фреймов. При этом триггером активации фреймов выступает одновременно вербальный и визуальный компонент, а необходимая правильная конструкция будет настраиваться самим рецепентом. При этом вербальные и визуальные элементы зачастую могут дополнять друг друга, но и вступать в противоречие. То есть казалось бы, когда мы видим картинку, нам легче что-то воспринимать. И изначально нам казалось, что данные анекдоты, шутки будут заканчивая, будут легче декодироваться, но в процессе данного фреймового анализа мы причиним несколько другим выводам. В этом примере мы можем видеть, что количество фреймов преобладает. У нас четыре фрейма и только две конструкции. И таким образом комический эффект создается за счет смешения всех четырех фреймов. А триггером этого смешения является именно визуальный компонент. То есть конструкция This is Wilson вступает в противоречие с фреймом, который оттолен реализируется картинка. Собака просет овец. И мы сразу понимаем, что как мы думали изначально, оказывается не человек, который работает из дома, а собака. Таким образом испытываем некий когнитивный диссонанс, как собака может работать из дома. При этом активация фрейма эпидемии коронавируса передает определенную хронотопную характеристику анекдотов. То есть скорее всего в дальнейшем он потеряет свою актуальность. Я надеюсь, что эта ситуация с нами не навсегда. И у будущих рецепентов данное время не будет уже актуализироваться и кромический эффект возможно тоже будет более слабым либо не будет достигаться. И быстро переходя к выводам, интересно, что именно полимодальная репрезентация анекдота может содержать более сложный механизм порождения кромического эффекта, чем мы думали в начале нашего исследования. И конечно же с помощью грамматики конструкции мы предполагаем, что взаимодействие языковых конструкций и стоящих за ними фреймов иницирует механизм конструирования значения через полисемию и таким образом у нас достигается комический эффект. Спасибо большое за выступление. Очень свежий языковой материал и свежие идеи относительно сложности для декодирования. Мы сегодня много говорили как раз о простоте и упрощении многих смыслов эксплицитных и инглицитных. А вот как раз у Марии идея совершенно другая. Это хорошо, что все взаимосвязано. Коллеги, один вопрос возможен. Если есть желающие, то мы с удовольствием послушаем. Можно задать вопрос? Да, конечно, Екатерина, пожалуйста. Просто я тоже пыталась заниматься исследованием мемов, и у меня такой вопрос к Марии. Мария, а как вы определяете мем, или какого из существующих определений вы придерживаетесь? Здорово, что пришел научный руководитель и сразу аспирант решает задавать вопросы. Молодец, Екатерина. Я не аспирант. Хорошо. В любом случае вы реагируете на появление Игоря Владимировича. Это очень здорово. Да, Мария, слушай. Да, мы отталкиваемся от понятия, что интернет-мем это определенный феномен интернет-коммуникации, который передает определенную культурную информацию, и при этом он имеет стандартизированную форму. То есть есть также много исследований на этот счет, и лингвисты говорят о том, что там действуют определенные правила. То есть туда должна быть картинка. Есть также такое понятие, как серийность. То есть очень многие мемы построены на каком-то концепте, или картинка постоянно повторяется, либо высказывание постоянно повторяется. И, соответственно, за счет этого тоже формируется определенная узнаваемость у зрителя или у читателя. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое за ответ, спасибо за вопрос. Бессловно, для каждого научного руководителя, даже доктора наук, все равно является аспирантом, поэтому это очень здорово. Екатерина, я знаю, что вы, конечно, уже защитили диссертацию, вы вчера нам демонстрировали свою диссертацию. у меня до сих пор принимают. Здорово, прекрасно. Ирина Ивановна, если только очень принципиально. Просто комментарии, была упомянута только работа Екатерины Владимировны Рахилиной, очень много работ по анекдотам у Елены Яковлевой Шемелевой, надеюсь, на это обратили внимание. Спасибо. Спасибо большое. Мария, мы вам желаем успехов, вам и вашему научному руководителю в продолжении исследования. Оно, безусловно, интересно. Я думаю, что на площадке МГИМО мы встретимся и однозначно на других площадках наших лингвистических конференций. С удовольствием представляю слово Мариам Аркадашвили, представляющий грузино-американский университет. Мариам, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Приветствую. Сейчас я это... Пока видно экран и очень плохо со звуком. Очень. Ой, подождите, может... Сейчас получше, сейчас получше. Получше, ага. И показались ли слайды? Да, слайды есть. Да, слайды есть, мы все видим. Пожалуйста. Да, и слышно меня. Оль, большое спасибо. Очень интересные темы. Очень интересно было вас послушать. Так, моя тема это рекомбинирующая меметика в анализе дискурса. То есть, цель моей статьи была, чтобы внедрить вот это новое направление как-то методологическим, когда исследуем дискурс, вот особенно сейчас на фейсбуке социальные сети, да, исследуют, и очень, они влияют, оказывают большое влияние на изменение развития языка, потом влияние, очень много слов входит с английского, особенно в разных языках. и у меня была вот такая идея, чтобы исследовать, вот critical discourse analysis есть, там корпус analysis, multimedia analysis, то есть разные типы дискурса анализа дискурса. И вот рекомбинирующая меметика, это можно начинать как новая методика, новая уже начинает, и уже последние особенно 2-3 года это очень популярная тенденция. И вот вопросы, основные вопросы, что как эта рекомбинирующая меметика строит информацию и влияет на слушающих и читающих, на публику, что такое эти меметы, и я вот как у Чарльза Докинса, вот так же, как это генетика и гены распространяются и можно генетической инженерии изменять, давать какое-то направление новым каким-то видом на природе, можно так и как не как самые маленькие единицы информации, средством их рекомбинирования и изменения, можно построить информацию так, чтобы придать этой информации такой оттенок, чтобы влиять на читателей, на зрителей, на публику, которая читает эти социальные сети, и оказать какое-то влияние. И вот как еще третий вопрос, эти меметы, как они изменяют язык и даже восприятие человеком окружающей среды, то есть как можно изменить восприятие этой среды посредством рекомбинирующей меметики. То есть особенно это начинается с исследованием СМИ, то есть средства массовых информаций, это самая сейчас популярная сфера, и еще то есть можно начинать с анализом корпуса, то есть часто тех слов и фраз, которые используются очень часто, чтобы дать какую-то целенаправленность информации, и потом проследить развитие этой меметики через генетику, то есть как Дарвинин эволюция и природная селекция разных разновидностей на природе, как это генетикой, инженерии, генетикой можно это сделать, вот так же меметиком этим меметик инженеринг, вот можно даже так назвать, можно так дать какое-то направление информации и построить такую информацию совсем дать абсолютно противоположное направление и влиять на аудиторию, а потом мемы и гены являются репликаторами, то есть они воспроизводят и повторяют информацию, одну и ту же информацию эти мемы по-разному, и поэтому Долгинс их называют как репликаторы наподобие ген, то есть они могут воспроизвести одну и ту же информацию по-разному. Дальше, да, еще влияют на культурную эволюцию, они являются еще средством психологического маркетинга, то есть особенно вот когда рекламы, потом объявления какие-то появляются на социальных сетях, так как построят эту информацию и визуально, и нербально, и графически, и может он ее, да, на ютубе можно поставить там и мимы, и графы, да, этим можно продать и ту информацию, и ту продукцию, или тот процесс, который желателен производителю. Да, и поэтому называют мимы как единицы культурного cultural transfer, то есть распространителя культурных может ценностей или разновидностей, то есть весь мир может посмотреть на какую-то рекламу и через мим, и через графику, то есть может это или купить этот продукт или какую-то информацию, понять так, как передают эти мимы. Вот, да, я сейчас привожу пример, например, Brexit, да, вот перед коронавирусом 2019 года, особенно перед тем, как этот ковид начал распространяться, потому что потом эти мимы начали заменять Brexit этими, ковид. я проанализировала BBC, в основном англоязычные СМИ, и вот эти коллистикшенеры называют вот этот word Brexit как словом года, 2019 год, это еще, и вот особенно это имеет влияние еще на словообразование, это как Brexit, Frexit, Brexiteers, Brexiter, Brextranist, Brexiety, Brextension, то есть разные-разные слова, которые все время повторялись по СМИ, все время произносили по-разному или визуально разные там оформления, фотографии, и все это составляло вот эти мимы от один большой дискурс Brexit. И еще один пример, например, Найджел Фараж, вы знаете, этот член этого парламента Европейского Союза, и он когда выступал, что он хочет, чтобы Англия оставила вот этот Европейский Союз, вот go, going, will be gone, never coming, вот это going, уйти, уйти, не возвращаться, вот эти слова очень часто повторялись и в его спичах, и потом в газеты, и СМИ, эти социальные сети все время постаряли вот эти слова и как их можно воспринять как мимы, то есть которые влияют на сознательность и психологию людей, не только в Британии, в Европе, и вы знаете, как это вызвало разные реакции, некоторые соглашались, некоторые выступали против, то есть это влияло очень большое, повлияло очень-очень интенсивно, да, и то есть новости вот новизна в этой системе, чтобы вот включить рекомбинент меметикса в анализе дискурса интенсивно, потому что только вот критический анализ дискурса или мальти-моден анализ это уже недостаточно, надо включить эту меметику, потому что вот эти маленькие, совсем маленькие, чуточку даже незаметные единицы могут совсем изменить и дать совсем другое направление информации или что бы, или тексту, да, и вот эти гены, меморепликаторы, как я сказала, чтобы не повторяться и влиять на биологическую эволюцию, и еще я думала, что вот эти мемы... Одна минута, одна минута. Да, 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 они еще влияют на изменение языка, то есть эволюция языка, ну, это не знаю, хорошо или плохо, там, язык хорошо развивается, или, например, наоборот, это регресс и портит язык, это еще другой вопрос, а то, что они влияют, это очевидно. И так, и вот просто покажу, чтобы не занять большое время, вот, я и потом после Брексита уже как 2020-2021 года, конечно, уже ковид, короны начали уже занимать большое место, уже позабыли люди по этот Брексит, и вот я просто кейвордс принесла из Оксфорд корпуса, вот эти слова, которые чаще всего повторялись и повторяются, еще продолжают, и вот у меня с января по март, по марту 2020-й год, самые популярные такие, чаще всего повторяющиеся слова, как маленькие мимы, влияющие на читателей, и вот потом я привожу Ричарда Долкинса цитату, что вот надо это еще как бы исследовать, и посмотреть вот эти мимы и гены как бы с биологией на теорию информации, как можно провести параллель. Большое спасибо. Большое спасибо за выступление, большое спасибо за участие в нашей конференции, особенно вам, это однозначно серьезно по всем политическим и другим мотивам. Спасибо вам огромное, что вы здесь. Да, уважаемые коллеги, у нас 50 минут осталось, уже даже 49 и 5 выступающих, поэтому, к сожалению, не могу позволить дискуссию сейчас по очень интересному выступлению. Мариам, адресую все дискуссии в чат, и Мариам, если вы считаете необходимым, вы можете оставить свою почту, и коллеги вам обязательно напишут, потому что, безусловно, само это направление при анализе дискурса требует новых подходов, и это, наверное, будет скоро отдельное направление в лингвистике, так же, как и лингвоэкология, о которой говорила коллега, и, кстати, вот Валентина Александровна Иконникова, руководитель нашей секции, вчера написала к этому докладу о позициях терминной экологии, Игорь Владимирович, если считаете необходимым, пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, в чате общую позицию. Уважаемый Мариам, еще раз прошу прощения за то, что не могу начать дискуссию по вашему докладу, к сожалению, у нас немного времени, но с большим удовольствием, я думаю, коллеги начнут писать чат и обязательно с вами наладят контакты для дальнейших событий. Спасибо большое. Отдельное спасибо за ваше выступление, за презентацию на английском, на блестящие русские, и спасибо за то, что вы участвовали в нашей конференции. Спасибо. Коллеги, спасибо. 13.42, обращаю внимание 10 минут на каждого коллегу. И шутимова Наталья Валерьевна, представляющая Фермский государственный национальный исследовательский университет, получает остапетную палочку. Наталья Валерьевна, с большим удовольствием слушаем вас. Все видно, отлично, спасибо. Не слышим вас. Видно, да, и слышно сейчас. Да, видно и слышно. Я, прежде всего, хотела бы поблагодарить организаторов конференции за возможность участвовать в этом замечательном мероприятии, выразить признательность докладчикам за очень глубокие и интересные выступления. И, к сожалению, я с глубоким интересом всегда сама занималась художественным дискурсом, особенно в аспекте переводоведения. Но сегодня решила посвятить доклад другому дискурсу, в частности, институциональному, и выступить по теме риторичность декларации ЮНЕСКО, выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия. Эта декларация является одним из основных документов, сопровождающих реализацию известного проекта ЮНЕСКО, который выполняет глубоко гуманитарную миссию. Изучение жанровых характеристик документа необходимо для его правильного составления с одной стороны и качественного перевода с другой, что обусловливает в целом актуальность настоящего исследования. И данная декларация является составным компонентом более общего документа, номинации, которая содержит детальное описание достопримечательностей и подается стороной на рассмотрение ЮНЕСКО для включения объекта в список всемирного наследия. В случае одобрения конкурсной заявки текст декларации принимается в качестве основного для формулировки уникальной ценности объекта и в настоящее время под охраной ЮНЕСКО находится 1121 объект, 869 из которых являются культурными 213 природными, 39 смешанными. Данный проект реализуется в рамках концепции устойчивого развития в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой 16 ноября 1972 года на 17 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и подписанной 167 странами. Цель проекта в целом состоит в выявлении сохранения популяризации объектов, обладающих исключительными достоинствами. В число основных функций самой декларации входит с одной стороны информирование сначала ЮНЕСКО, а затем и всего международного сообщества о существовании уникального объекта, с другой убеждение целевой аудитории в его исключительной значимости. И обозначенная специфика функций документа обусловливает контрастивность всего дискурсивных характеристик. Это и жесткая структурированность, информативность, концептуальность, краткость, точность, ясность, с другой стороны выразительность, интертекстуальность, мультимодальность, аксиологичность, аргументативность, персуазивность, риторичность. Рассмотрим в нашем докладе реализацию в документе основных законов риторики на примере декларации о выдающейся универсальной ценности побережья Дорсетшера и Восточного Деваншера, которое также известно как Юрское побережье. Оно стало первым природным объектом, включенным в 2001 году в список достопримечательностей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. При рассмотрении риторичности как жанрового свойства декларации мы основываемся на традициях изучения жанров, которые сформировались в области теории литературы, функциональной стилистики, лингвистики, философии текста, дискурсивной лингвистики, риторики, где понятие жанра вписывается в контекст понятия язык, речь, текст, стиль, коммуникация, дискурс. В качестве базового нами взято определение жанра как исторически складывающегося и развивающегося типа литературного произведения, которое обладает тесной взаимосвязанностью содержания и формы. Опорной в нашем исследовании является концепция риторики, разработанная с философских позиций Елены Анатольевны Юниной, которая трактует риторику как науку о законах эффективной мысле-речевой деятельности, а не о приемах манипулирования аудиторией. Во-первых, это закон моделирования целевой аудитории, позволяющий учитывать особенности адресата. Во-вторых, это концептуальный закон, который предполагает необходимость разработки целостного представления об объекте на подготовительном этапе. Также это стратегические и тактические законы, означающие определение цели высказывания и разработку приемов ее достижения. Закон речевого творчества, предполагающий дезавтоматизм использования естественного языка для объективации замысла адресанта. И, наконец, системно-аналитический закон, означающий критическую экспертизу результата деятельности. С точки зрения первого закона, как было отмечено, целевой аудитории документа, составленного стороной заявительницы, является с одной стороны ЮНЕСКО, а с другой международное сообщество. Анализ текста в аспекте второго закона выявил информативность и концептуальность документа. В нем системно репрезентированы три вида информации содержательно-фактуальная, содержательно-концептуальная и содержательно-потекстовая. Содержательно-фактуальную информацию составляют эксплицированные данные о географическом положении объекта, его протяженности, структуре, истории. Например, утверждается, что побережье является уникальным природным свидетельством Мезозойской эры, охватывающей 185 миллионов лет в эволюции Земли и включающей три периода после Палеозоя Триасовой, Йоргской, Миловой. Содержательно-концептуальная информация есть выраженная в тексте целостная, системная и мотивированная представление страны-заявительницы и ЮНСК об уникальной ценности побережья как природного объекта и необходимости его защиты. Содержательно-потекстовая информация предполагает импликацию данных, которые эксплицированы в других текстах содержательно-связанных с декларацией. Их диапазон включает документацию ЮНЕСКО, например, конвенцию, руководство по ее выполнению и научную, научно-популярную, художественную, публицистическую литературу геологической, геоморфологической, географической, биологической, исторической, культурологической тематике, например, сделанных в этом районе открытиях горных пород, опоменелостях, выдающихся ученых, в частности, все хорошо, все хорошо, мы все видим, все слышим. Да, почему-то не переключается. В частности, это импликация информации о Джоне Филлипсе, британском геологе, который выделил Мезозойскую Эру в 1841 году. Также интересно отметить, что в специальной литературе прослеживается связь объекта с деревом гинго-двулопастным, появившимся, как полагают ученые, именно в Триасовом периоде Мезозоя. Оно особенно почитается в Японии, Китае, Корее, а в одном из писем Гьота посылает Мариане Велимир лист дерева из своего сада, сопровождая его стихотворением, которое так и назвал гинго-двулопа, благодаря чему лист растения получил позднее название эмблемы дружбы. Кроме того, в красоте юрского периода посвящены многие произведения и изобразительного искусства. С позиции стратегического закона выявлено, что целью документа является убеждение ЮНЕСКО и международного сообщества в наличии у объекта уникальных свойств и необходимости его охраны. И эта цель достигается посредством последовательной реализации тактики, которая заключается, во-первых, в развертывании системы сильных аргументов, которые основаны на фактологически точной информации о географии, геологии, палеонтологии, истории, недостопримечательности, уникальности его структуры, значения для развития науки, понимания эволюции Земли, истории человечества в целом. Во-вторых, тактический закон реализуется в развернутой системе оценочной лексики, которая выражает высокую оценку объекта всемирного наследия. И в третьем мультимодальность используемых тактик. Декларация сопровождается представленной на сайте ЮНЕСКО выразительные фото и видеодокументации, которые иллюстрируют красоту, древность и научную ценность объекта. Анализ документа с позиции законно-словесного творчества выявил сопряжение в нем контрастных дискурсивных характеристик. С одной стороны, ему свойственны краткость, точность и ясность, которые проявляются в использовании прецизионной лексики, терминов, лексических единиц в соответствии с денотативным значением, а с другой стороны, документ характеризуется выразительностью, аксиологичностью, о чем свидетельствует оценочная лексика, прежде всего эпитеты, которые образуют многочисленные перечислительные ряды, входящие в контекстуальные синонимические отношения. Высокой частотностью при этом характеризуются семантические взаимосвязанные прилагательные, обладающие общей симой уникальность. Кроме того, ключевым приемом употребления прецизионной и оценочной лексики является рекуренция. В целом она свидетельствует о стандартизированности оценочной лексики, при этом основной функцией рекуренции является актуализация доказываемого тезиса об уникальности достопримечательности. И также необходимо отметить, что во всех декларациях ЮНЕСКО в отношении природных объектов развертывается ключевая метафора музея под открытым небом. В целом проведенный анализ позволяет сделать вывод о системной реализации в документе основных законов риторики и трактовать декларацию ЮНЕСКО как риторический текст, что в целом может быть использовано при анализе дискурсивных характеристик документации, а также при формировании речевых, переводческих и в целом культурных компетенций учащихся. Спасибо большое, Альвалина, за блестящее сохранение регламента. 10 минут ровно, точно. Мне кажется, ваш доклад, как никакой другой, подходит к названию нашей секции «Теория текста дискурса своей неизвестных территорий». Как раз неизвестные территории очень красиво были представлены на слайде, но и, безусловно, глубокий анализ проведенный вами тоже нас всех очень впечатлил. Коллеги, уважаемые, я адресую вас к чату. Хотелось бы, чтобы все коллеги выступили. Наталья Валерьевна, огромное спасибо за выступление, всего вам самого доброго. И, коллеги, пожалуйста, если есть вопросы, а наверняка они есть, пожалуйста, задаем в чат. С большим удовольствием представляю следующего выступающего Михаила Васильевича Беликова, представляющего ему. Михаил Васильевич, добрый день, здравствуйте. Михаил Васильевич. Добрый день. Здравствуйте. Меня слышно и видно. Да, 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 слышно и видно. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Включу демонстрацию экрана. Я постараюсь не выбиться из регламента. Сейчас, я думаю, вы видите. Все видно. Да, да, да. Итак, тема моего выступления это публичное выступление дипломата с позиции лингвоаксиологии на в общем-то примере контент-анализа речи постпреда Российской Федерации в Организации Объединенных Наций. Речь конкретно пойдет о выступлении нашего постпреда Небензи Василия Алексеевича. Новые возможности цифровой коммуникации обеспечили открытый доступ ко многим дипломатическим материалам, что позволяет проводить их комплексный лингвистический анализ. В частности, с позиции лингвоаксиологии используем метод количественного контента-анализа. Аксиологичность системы ценностей и оценок как доминантная составляющая человеческого сознания признается философами, психологами, социологами, лингвистами, изучающими разные типы дискурсов. Оценочность как одно из проявлений эмотивности с определенного момента превратилась в доминанту публичных дипломатических выступлений. Материалом данного исследования послужило выступление по Сирии постпреда Российской Федерации в Совете Безопасности ООН Василия Алексеевича Небензи 6 февраля 2020 года. Анализ проводился средствами программы Atlas T8. Эта программа создана в Германии и она позволяет проводить компьютерный контент-анализ. Причем по заявлению создателя этой программы позволяет работать с любыми языками, но я этого не проверялся. Цель исследования была определить объем используемой эмоционально окрашенной лексики, отражающей общую эмотивность речи. В процессе анализа было выделено два типа языковых единиц. Конфликтосодержащая лексика и эмотивная лексика, включая эмоционально окрашенную оценочную лексику и сарказм. К первому типу относятся выступления Небензе такие лексимы, как террористы, угроза, жертвы, заложники и прочее. Ко второму относятся такие, как знакомый почерк, не утруждайтесь проверять, плохие парни, чистой воды фарс, некие таинственные радиолюбители и так далее. Поскольку единицы, попавшие в выборку, часто выходят за рамки одного слова, было определено в каком количестве предложений по отношению к общему числу предложений. Встретились эмотивные единицы. Из 93 законченных высказываний единицы первого типа встретились в 33 предложениях, второго типа в 24, то есть в общей сложности 61% всех высказываний. Высокий процент конфликтосодержащей лексики вполне логичен, поскольку объясняется самой тематикой заседания и выступлений. Употребление эмоционально окрашенной лексики оценочных суждений сарказма наблюдаются в 25,81% законченных высказываний, то есть в одной четверсти всех высказываний. Скорее всего, это вызвано субъективным фактором, а именно личностным подходом выступающего к логике построения выступления и его сбалансированности. Было подсчитано количество высказываний, содержащих факты и цифры. Таких предложений 17, что составляет 18,28%. Полагаю, что этот процент достаточный для утверждения о аргументированности выступления. И эти элементы апеллируют к рациональному мышлению аудитории. Следует отметить, что повышенная эмотивность не всегда оправдана. Определить с высокой степенью достоверности сарказм, иронию, выраженные в том числе просодико и прочим, в случае русскоязычного выступления может, скорее всего, лишь носитель русского языка. А таковые в Совете безопасности ООН, за исключением постпреда РФ, практически отсутствуют. однако стоит помнить, что люди, постоянно заседающие на подобных собраниях, в меньшей мере подвержены эмоциональному влиянию. Нередко эффект, помимо того, снижается за счет использования синхронного перевода, задачей которого по большей части является точная передача фактической информации. Но некоторые вставки с эффектом вау переводчик в ряде случаев опускает, поскольку сходу бывает трудно, иногда практически невозможно подобрать удачный эквивалент. И, конечно, мы все помним пример таких неудачных попыток. фраза Хрущева, которая напоминает Кузькину мать. Безусловно, стоит отметить, что задачей докладчика является не только перечисление сухих фактов и статистики. Важная часть выступления вызов эмоциональной реакции на проблемы не только у присутствующих в зале, но и у широкой мировой аудитории. В современных условиях это и есть одна из составляющих введения успешной широкой пропаганды. Подтверждением тому может служить факт, что в глобальной сети просмотры выступлений представителей российского государства и в особенности президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина собирают колоссальное число просмотров по всему миру. Так, выступление президента России на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году собрало около двух с половиной миллионов просмотров. Подобный подход к выступлениям носит в себе элементы как скрытой, так и открытой пропаганды. В выборе лексических единиц некоторых выражений хорошо прослеживается направленность политической пропаганды. Адресатом являются слушатели, для которых русский язык и является родным. И некоторое число тех, для кого он не является родным, но кто владеет им в достаточной для понимания мере. Максимальный эффект выступления может возыметь лишь на аудиторию, способную воспринимать это выступление без перевода. Василий, у вас две минуты. Да, 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 я укладываюсь прекрасно. Спасибо. Отечественные СМИ также используют отрывки из выступлений, содержащие большой процент эмоционально окрашенной лексики, что должно утвердить нас в мысли о том, как же выступающий утер всем нос, как он хорошо сказал. Таким образом, суммируя все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что в анализируемом материале мотивированность использования эмоциональной лексики в речи выступающего лежит в плоскости ставящихся задач по реализации пропагандистских принципов, имеет аудиторную ориентированность и сбалансирована аргументационной частью. Благодарю за внимание. Уважаемый Михаил Васильевич, огромное спасибо за очень интересное выступление для совершенно новой для нашей сегодняшнего заседания секции подход, обсуждение, наверное, было бы сейчас очень активное у коллег, однозначно проблематика, интересная, интересная личность и ваше выступление достойно того, чтобы быть предметом особого обсуждения. Коллеги, мы можем позволить один вопрос, если у кого-то он назрел и имеет очень серьезный характер. Если нет, тогда в чате адресуем все вопросы. Большое спасибо Михаилович за выступление, спасибо огромное, позиции лингво-аксиологии нам, безусловно, интересны, мы уже обсуждали в течение двух с половиной часов эти проблемы. Спасибо большое за выступление и мы переходим к следующему нашему выступающему Барта Николаевна Аринова Московский государственный университет имени Ломоносова. Пожалуйста, нас с удовольствием слушаем, сегодня вы у нас уже выступали в качестве спикера. Обращаю внимание на регламент, уважаемые коллеги, надеюсь, что нас отключат в 14.30 или все-таки нам дадут возможность минут пять завершить работу. Скажите, пожалуйста, кто нас сопровождает технически? Сейчас уточню, напишу вам. Спасибо, спасибо большое. Да, пожалуйста, слушай внимательно презентацию видео. Спасибо большое, добрый день, уважаемые коллеги, спасибо большое за возможность поделиться с вами своими наблюдениями. Вот, мой доклад затрагивает вопросы юридического дискурса. вот, и это в основном замечания и наблюдения, касающиеся судебного дискурса, англоязычного судебного дискурса. Вот, и я хотела бы дать краткую характеристику этому явлению, потому что юридический дискурс — это очень широкое явление, вот, и его это явление имеет очень много аспектов, которые изучаются как в когнитивной лингвистике, терминоведении, дискурс, анализе, и в последние десятилетия появилось очень много исследований, вот, то есть это явление вызывает очень много вопросов и порождает все больше и больше исследований. вот, и судебный дискурс, он имеет свои особенности, потому что в отличие от, например, известных нам договоров и контрактов, где стороны ставят целью выразить свои намерения и письменно изложить обязательства и по возможности предусмотреть различные сценарии развития их взаимодействия, в судебном дискурсе происходит немного ставятся другие задачи, вот, и как правило происходит, в судебном дискурсе происходит перенос определенного события в правовой контекст, и можно утверждать, что в правовом новом контексте это событие получает новое толкование, новое представление и даже некоторые продолжения, потому что в решении суда происходит некая констатация нового какого-то высказывания относительно судьбы того или иного события, вот, и при переходе события в правовой контекст, тем не менее, связь этого события и контекста, она не теряется, то есть мы не можем сказать, что данное событие получает некую абстрактную критическое описание, потому что в судебном дискурсе, особенно англоязычном, большой роль играет связь или установление связи между этим событием и ранее написанными текстами, это могут быть тексты-источники права, это могут быть как законодательные акты, акты парламента или прецеденты, на которые опираются как стороны, так и судьи, которые принимают решение. Мне кажется, что было бы правильным характеризовать судебное решение как текст или даже высказывание, потому что это очередное высказывание в серии решений, которые опираются на предыдущие тексты. И события, это текст в судебном дискурсе, это определенное событие временного континуума, которое имеет четкое соотношение во время. У него есть определенная связь с моментом времени, но при этом в отличие от устной речи, письменный юридический дискурс, который в основном дискурс юридический, который имеет письменную форму, он тем не менее постоянно меняется, и он состоит из вот этих фактических событий, в которых происходит реконтекстуализация событий обыденной жизни. И для таких текстов характерна терминологическая насыщенность, безусловно, происходит некое толкование или переосмысление события, то есть оно получает новую оценку, юридическую оценку. И само существование это не только, конечно, термины, но и это сложное высказывание, которое состоит или строится из специальных терминов общепотребительной лексики, и не последняя роль в этой ткани, скажем так, играет служебные лексические единицы. И я бы хотела сегодня наметить темы, которые я буду изучать дальше более подробно, поскольку в основном эти единицы, они рассматриваются как, скажем, элемент сложный и трудно для понимания дискурса, которые можно считать элементами стерристики геремического дискурса, которым так или иначе присуща такая тяжеловесность и концептуальная сложность. однако если проследить или проследить функционирование этих единиц, то можно прийти к предварительному выводу о том, что данные служебные единицы показывают зависимость с одной стороны этого дискурса от ранее созданных текстов. У вас две минуты. Но при этом с помощью этих единиц мы можем понять с одной стороны ограничения и границы того или иного высказывания, с другой стороны мы видим, как судьи в своих решениях занимаются проверкой действительности справедливости утверждения тех или иных утверждений. То есть все в данном случае реализуется с помощью этих единиц. и эти составные единицы как раз таки они как бы выстраивают этот контекст взаимозависимости между источниками права и событием, которое попадает в дискурс. Вот. И что как бы мне кажется интересно было бы обсудить, я думаю, что здесь возникает вопрос о возможном определении грамматического статуса таких единиц, то есть можно ли считать действительно сюжетными, можно ли считать чисто стилистическими какими-то приемами, то есть определить их грамматический статус, а также посмотреть на их преломление в рамках движения plain English movement, потому потому что многие как мы знаем сетуют на сложности чрезмерную перегруженность юридического дискурса, но в связи с этим тоже возникает вопрос о том, насколько это возможно взять и отказаться от этой сложности юридического дискурса, насколько это будет оправдано, то есть в каком случае это может быть решение субъективное, скажем так, выбор участника дискурса, или же это все-таки неотъемлемая черта юридического дискурса, от которой довольно сложно избавиться. Наверное, все. Спасибо большое за выступление, здесь много различных подводных течений, задач, которые перед вами еще стоят однозначно, это касается и позиций, связанных с определением функций служебных частей речи. На сегодняшний день, на текущий момент, уже в 21 веке, с учетом нашей дискурсивной практики, безусловно, вопрос регламентированности официально-делового языка и конкретно юридического дискурса или дискурса, здесь много очень проблем, поэтому я думаю, что коллег заинтересовал ваш доклад, и, пожалуйста, уважаемые коллеги в чате, все вопросы могут быть заданы, спасибо большое за выступление и за участие в дискуссии, спасибо большое, Барта, желаю вам много, много новых лингвистических и общечеловеческих успехов. Спасибо, я с удовольствием представляю слово Ирине Ивановне, Валуйцевой, ласт, поднот-лист, конечно, и Ирина Ивановна, я думаю, что ваш доклад поставили в кульминацию нашей секции в связи с названием его, да, планирование будущего, это всегда очень оптимистичные прогнозы дает нам, пожалуйста, вам слово с большим удовольствием. Так, видна презентация? Да, все очень хорошо видно. Да, значит, ну вы видите планирование будущего в дискурсе визионеров лингвистический аспект, других аспектов я касаться не буду. Понятие визионерства в 21 веке получило интересное развитие, базирующееся на различных интерпретациях исходного латинского слова visio, visionis, вы видите определение взятое словаря, это склонность галлюцинациям, фантастическим видением построению воздушных замков. И также то, что я нашла в различных словарях, определения, они представлены на слайде и, собственно говоря, повторяют друг друга. То есть это что-либо существующее воображение во сне. Визионерство также связано с искусством, объясняет особый склад ума музыкантов, художников и так далее. Изначально данное понятие носило религиозный или мистический характер, синонимом которого являлось ясновидение. То есть можно сказать, что в этих толкованиях на первый и единственный план выходит значение слова с ударением на втором слоге – видение. То есть признак, привидение, что-либо возникающее воображение во сне. В последние годы в толковании этого слова акцент переместился в прямом и переносном смысле в русском языке на первый слог – видение. То есть это способность воспринимать и оценивать окружающее каким-либо образом. Визионерство понимается, как вы видите на слайде, способность человека видеть и генерировать идеи о качественном творчестве, создании и улучшении чего-либо. Одна из важнейших профессий будущего, в основные обязанности которой входит ориентирование в непрекращающемся потоке информации, прогнозирование возможных исходов предстоящих событий и некая стратегия. Визионерство с каждым годом охватывает все большее количество областей, от глобальных прогнозов в области политики, экономики отдельных стран и всего мира в целом. И всего мира в целом. Меня слышно? Да-да. Да-да-да, все очень хорошо слышно. Нет-нет, все хорошо. и всего мира в целом, причем от химии, физика, архитектуры и так далее. В крупных западных корпорациях вводится специальная должность Chief Visionary Officer. Ну и вот приведены фамилии таких известных визионеров, собственно говоря, тех, кто заложили основы этой профессии. И визионер должен видеть, выявить цель более высокого порядка для компании или ее бренда и добиться поддержки представленной идеи у сотрудников компании. В силу своей специфики визионерский дискусс представляет собой мультиканальную коммуникацию. Я использую термин Андрей Александрович Кибрика, который говорит не о мультимодальной, а именно о мультиканальной коммуникации. Поэтому для выявления лингвистических особенностей визионерского дискурса нами были проанализированы как текстовые материалы, так и видео, записи лекций различных мероприятий. Они, вы видите, тоже перечислены на слайде. Это особо стоит отметить материалы образовательного интенсива «Остров-1022» и «Архиполаг-2035», а также выступления, отдельные выступления, визионерские лекции, которые, конечно же, можно найти на просторах интернета. Письменная визионерская языковая деятельность существует в виде статей и прогнозов. Их объем обычно составляет размер небольшой статьи в блоге. Крайне редко можно встретить обширные исследования. В визионерских текстах ярко выражено отношение автора к сообщаемой информации. Визионерским статьям присуща смысловая последовательность, содержательная структурная завершенность. И визионерские тексты включают в себя неограниченный диапазон тем, так как прогнозирование актуально абсолютно в любой сфере деятельности. Далее, визионерский дискурс чаще представлен в устной форме изложения. Они участвуют в конференциях, ведут лекции, приглашаются на интервью. Устная речь визионеров структурирована, подкреплена презентациями. Часть визионеры объясняют свою деятельность, не ссылаясь на источники, в отличие от нас, в наших сегодняшних презентациях. На лексическом, ну вот, пожалуйста, вот эта картинка выступления Дмитрия Пескова на образовательном интенсиве Остров 10-22, это 19-й год. Здесь он еще представлен в пиджаке с бейджиком на архипелаге 2035. Он уже в таком свободном свитере расхаживает по сцене. То есть, вот совершенно такая неформальная обстановка предъявления информации. То есть, очень важно для визионерского дискурса и, конечно же, вот другие каналы восприятия этого дискурса. Вот еще, значит, вот онлайн интенсив, пусть мы уже 20-35, еще вернемся к этой картинке, тоже вы видите, очень яркая картинка, воздействие цвета, лингвистическая и вербальная составляющая все задействованы. На лексическом уровне визионерского дискурса наблюдаются следующие активные процессы неологизма. например, такой неологизм очень часто в лекции Пескова употребляются фреймворки. Вот это написано так, фреймворки, не по-английски, а именно по-русски. Фреймворки, мне даже сложно это произнести по-русски, это структура, на базе которой можно создать конечный продукт. Это неологизм из IT-технологий пришел, это программная платформа, определяющая структуру программной системы, программное обеспечение, облегчающее разработку. Например, в лекции Дмитрия Пескова перечислены ведущие компетентностные фреймворки России и мира, это World Skills, World Economic Forum, это уже идет по-английски. Заимствование, но заимствование не с тем числа, перечислять все просто невозможно, ну, софтовые, хардовые навыки, это вы, наверное, как преподаватели все прекрасно знаете, и использование терминологии разных сфер деятельности. Дальше, характеристики дискурса, визионерского дискурса, это обилие маркеров модальности, возможно, можно предположить, маловероятно, с высокой долей вероятности, дискурсивные маркеры, отмечающие структуру дискурса, ментальные процессы визионера, во-первых, во-вторых, безусловные и так далее, и синтаксис разговорной речи, простые предложения, обилие отсутствия сложных синтаксических конструкций, которые ноутбольственны для научного дискурса. Ну и еще особое внимание хотелось бы уделить метафорам в визионерском дискурсе. Это не только прием визуализации, это способ мышления экспертов, способ воспроизведения образов будущего, и метафора помогает визионерам передавать идеи, привлекать внимание адресной аудитории, а также делает прогнозы о будущем более запоминающимся и ярким. И также это, как вы видели, дополняется очень красочной презентацией. Вот не знаю здесь видно или нет из-за презентации, но вот, например, кружковое движение, вот здесь вот вверху на слайде кружковое, вот это О перечеркнуто как ноль, как обычно бывает в программировании, да, и вот тут такой кружок, да, и даже если вы посмотрите эмблему остров. Ваша Марина Ивановна, две минуты у вас. Все, я заканчиваю, да, и обратите внимание на те метафоры, и я хотела бы особо обратить ваше внимание на нейролингвистическое программирование, которое активно используется визионерами. Это и Милтон-модели, которые делают информацию расплывчатой, лидер трансформации. Трансформации, мы как лингвисты должны с вами понимать незаполненная валентность трансформации чего. Архитектор экосистем, очень красивое название, вот это тоже Милтон-модель, да, дизайнер цифровых и реальных образовательных пространств, создатель среды, да, энергокоммуна, и больше всего мне, конечно же, понравилась лаборатория полигонов практик будущего, которая требует, конечно же, глубинной трансформации, речевого рефрейминга и употребления той или иной мета-модели. То есть таким образом все эти перечисленные мной в этом кратком докладе и другие приемы речевого манипулирования активно используются в визионерском дискурсе, чтобы убедить нас в правильности предвидения предложенного соответствующим оратором. Спасибо. Спасибо за внимание. Еще вот буквально один момент еще развилки образовательной политики, цифровой субстрат. И обратите внимание, что если в 19-м году был остров, дальше архипелаг и что нас ждет в дальнейшем. То есть вот тоже такой визионерский дискурс. Спасибо за внимание и за то, что доставили слово. Спасибо большое Ирина Ивановна за блестящий доклад, за очень интересный подход. Мы все сегодня себя почувствовали в определенной смысле, в определенной роли визионерами нашей лингвистики и смогли подвести какие-то позиции и итоги, связанные с деятельностью лингвистики на современном этапе, нашли неизвестные и неизведанные территории и, безусловно, ваш доклад является мощной кульминацией всем нашим размышлениям на текущий момент. Спасибо огромное. Уважаемые коллеги, в чате представлены основные тезисы доклада Ольги Викторовны Рыковой, которая вчера не смогла выступить по объективным причинам. Коротко скажу о том, что доклад Ольге Викторовне посвящен исследованию формирования социальных проблем города Ноттингем в общенациональных печатных СМИ Великобритании. Целью является выделение наиболее продуктивных фреймов и слотов, репрезентирующих образ города. Дальше представлены методологии исследования, анализ особенностей формирования городского пространства на примере Ноттингем позволяет сделать вывод о том, какое воздействие определенный фрейм потенциально оказывает социальный или индивидуальный уровень от сознания реальности и общества, а также формирование образа города в сознании жилии и страны, что в свою очередь влияет на повышение и снижение привлекательности города и, помимо прочего, сказывается на потоке внутренней миграции. Безусловно, проблематика интересная, вообще проблема связанная с городской спецификой, с названием топонимических объектов, всего того, о чем пишет Ольга Викторовна, заслуживает отдельного внимания и есть специальные конференции по данной проблематике. Но, уважаемые коллеги, если есть вопросы к Ольге Викторовне, тогда уже можно обменяться контактами сейчас в чате, у нас еще осталось 2-3 минуты для того, чтобы нам завершить наш очень красивый и очень интересный диалог. На нашей конференции сегодня выступили все 14, все 13 участников, включая Ольгу Викторовну как автора стендового доклада. И я думаю, что все из нас получили, все, кто сегодня принимал участие в дискуссии, получили огромное удовольствие и от энергии, и от того настроения, которое сегодня есть, несмотря на то, что за окнами у многих из нас, в том числе в Москве у нас сейчас очень сыро и серо. Но здорово, что мы, лингвисты, можем создавать сами себе настроение, и это действительно очень красивая и интересная история в ретроспективе и в перспективе и в ближайшем будущем. Огромное спасибо уважаемой коллеге за мысли, высказанные в чате. Спасибо большое, Виктория Олеговна, которая выражает признательность, искреннюю признательность Комитету конференции, руководителям всех за прекрасную возможность принять участие, увлекательно научной дискуссии, за пришлательную конструктивную атмосферу. И спасибо большое. Да, вот как раз Надежда уже нашла себе, себе соавтора, наверное, исследуя образ города в художественном дискурсе. Уважаемые коллеги, если есть желание, то мы можем еще 2-3 минуты посвятить обмену мнениями и позициями. С удовольствием, может быть, по 30 секунд, если есть желающие, тогда включайте, пожалуйста, микрофон и в свободном режиме говорите. Ну, наверное, надо поблагодарить ведущую, прежде всего, которая уложила нас в рамки заседания секции и своими комментариями и подбадриванием, да, все очень хорошо организовало работу, работу нашей секции, и действительно, мы обсудили огромный круг вопросов и разнообразие дискурсов в соответствии с заявленной тематикой конференции и нашей секции. Спасибо большое, Ренуэна, спасибо огромное. Коллеги, есть еще желающие что-то сказать? Да, я тоже бы хотела поблагодарить модератора сегодняшней секции, потому что у вас есть талант ведущего, мне кажется, и телеведущего, и радиоведущего, и плюс к этому еще и огромные научные заслуги, спасибо, было очень интересно благодаря в том числе и вам, и вашим организаторским способностям, вашему позитиву. Спасибо, Екатерина, так много слов. Спасибо, спасибо, мне очень приятно. Спасибо большое, дорогие коллеги, спасибо за то настроение, которое мы создали себе сегодня, в субботу, я передам организаторам конференции огромное спасибо участникам нашей сегодняшней секции, ну и, конечно, если будет желание, мы все друг с другом можем продолжать общаться, в чате у нас все почты были представлены, я думаю, что обязательно наше общение продолжится. Огромное спасибо, получили огромное удовольствие. Спасибо, Нина Феликсовна, всем огромное спасибо, все незурядные личности, сильная, мощная харизма, которая идет даже через наши мониторы, представляю, как было бы сильно и мощно, если бы мы встретились живую и смогли попить кофе сейчас в обозначенный обед по времени с 14.30 до 15.00. Организаторы нас ждут в 15.00 на пленарное заседание, которое будет таким же интересным, каким было вчера, и я надеюсь на наши дальнейшие контакты. Всем большое спасибо за работу, за участие в дискуссии, всего самого доброго, здоровья, успехов во всем и, конечно, новых творческих поисков на разных платформах и нивах той науки, которая нас всех объединяет, нашей любимой лингвистике. всем большое спасибо, всего доброго, до свидания, уважаемые коллеги. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Спасибо, Наталья Владимировна. Спасибо, до свидания. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин